Время шло Запад и пополнять ряды безработных людей. Экономический спад в 1990-х годах отбросил длинные тени в большинстве государств, членов ЕС, напомнив их народам о неравенстве и различиях в экономической мощи между ними. Везде к тому же в 1990-х годах проявили себя проблемы в области финансов, бюджетного равновесия и обменного курса валют, подорвавшие веру в свое правительство. У политиков тем самым появилась масса факторов, которые пришлось учитывать в своей деятельности. Повсеместно шла корректировка воззрений. Для французов, например, глубочайшие корни европейской притягательности всегда лежали в страхе перед Германией, которую их государственные деятели стремились как можно прочнее привязать сначала к общему рынку и затем к европейскому сообществу. По мере укрепления немецкой экономики, тем не менее, французам пришлось признать, что немцам будет принадлежать главная роль формирования очертаний будущей Европы. Идеал де Голля, в котором он видел Европу как государство-нацию, среди французов уступил место более федерализированному, то есть, как это ни парадоксально, больше централизованному виду Европы, преднамеренно построенной таким образом, чтобы придать максимум неофициального и культурного веса в нем Франции, например, через назначение чиновников в Брюсселе. Если Европе предначертано превратиться в сверхдержаву, французы могли бы, по крайней мере, попытаться установить свое господство над ней. Как бы то ни было, решение французов снова вступить в НАТО в 1995 году выглядело откровенным разрывом с наследием Шарля де Голля. Немецкое правительство после 1990 года скоро попыталось проявить свое новое влияние через установление дружеских отношений со своими соседями по бывшему социалистическому содружеству. Оперативность, с которой немецкие предприниматели и инвесторы приступили к работе в тех странах, а также стремительность и рвение в признании Германии, обретших независимость Хорватии и Словении в конце 1991 года, власти ФРГ признали их первыми, далеко отстояло от заверений со стороны остальных членов ЕС. То, как ЕС предстояло расширяться, представляло крайнюю важность, считали на Западе, для всемирной истории. Демократический и плюралистический ЕС с населением почти 700 миллионов граждан, простираясь от Северного полярного круга до Анталии и от Фару до Керчи, в Берлине считали одним из благоприятных для немцев исходов, однако на противоположной чаше весов лежал распад, совсем не обязательно на его национальные составные части, наподобие развала СССР. В конечном счете следовало ждать вопроса, послужит ли попытка присоединения России, несмотря на ее обширный размер и традицию самодержавного правления, бесспорно относящейся к европейским странам с ее богатейшими ресурсами, как людскими, так и материальными, в которых нуждается ЕС, повышению благосостояния его граждан в обозримой перспективе. На протяжении 30 с лишним лет внутри общего рынка европейского сообщества ЕС происходила известная культурная конвергенция. Процесс стандартизации потребления, тем не менее, происходил больше благодаря не европейской политике, а отличающейся повышенной проницательностью организации сбыта товаров и расширению международных связей на бытовом уровне. Его исход зачастую по сложившейся привычке относили к так называемой американизации. И такого свойства медленная конвергенция, в том виде, как она сознательно навязывалась, скажем, в сельском хозяйстве, обходилась очень дорого, а общая аграрная политика ЕС вполне оправданно раздражала избирателей, далеких от аграрной сферы. Этот союз выглядел немощным к тому же в проведении внешней политики. Он откровенно провалил серьезные испытания, связанные с развалом Югославии. Большие сомнения тем самым все еще нависали над будущим Европы с наступлением 21-го столетия. Среди них следует отметить проект по внедрению единой европейской валюты. При том, что аргумент в ее пользу всегда носил преимущественно политический привкус, поборники данного проекта обещали большую экономическую выгоду от введения общей европейской валюты. Они рассуждали по поводу связанных с ней возможных понижений цен и процентных ставок. В качестве страховки обращалось внимание на то, что власти государств зоны единой валюты утратят контроль над важными аспектами их экономической жизни. Единая валюта на самом деле подразумевала дальнейший отказ от суверенитета. Политики ломали голову над тем, что подумают избиратели, когда придется делать выбор, и до них дойдут последствия создания валютного союза. Ответ, тем не менее, лежал на поверхности. Если валютный союз провалится и расширение ЕС не состоится, тогда дело может ограничиться всего лишь одним таможенным союзом. Когда в Германии Гельмут Коль проиграл на выборах в ноябре 1998 года, и Герхард Шрёдер, как первый канцлер-социалист единой страны, занял свой пост, никакого изменения в политике немецкого правительства, снова выступавшего за создание валютного союза, не произошло. Французское правительство стояло точно на таких же позициях. Датчане со шведами совершенно определенно отказались от участия в таком предприятии. В Великобритании новое лейбористское правительство Тони Блэра, избранного подавляющим большинством голосов в 1997 году, опасливо высказывалось в пользу дальнейшей интеграции, но все-таки отказалось присоединиться к валютному союзу до тех пор, пока не придет удобное время. И обозначенное время не настало за весь первый период правления лейбористской партии, продолжавшейся 10 лет. Но 1 января 2002 года граждане подавляющего большинства стран-членов ЕС получили первую со времен Карла Великого общую валюту. Ради понятного предотвращения оскорбления национальных чувств и даже полного устранения его вероятности, все эти великие исторические названия денег короны, флорины, франки, марки, талеры и много что еще пришлось заменить словом «евро». К середине первого десятилетия XXI века банкноты и монеты евро считались уже единственным законным средством платежа среди 300 миллионов граждан 12 государств зоны общей валюты. Их даже признали в государствах и на территориях за пределами ЕС, таких как Черногория и Косово. Трудности в деле укропнения Европейского Союза к тому времени значительно прояснились. Дольше всех в статусе кандидата на прием в Союз засиделась Турция, по поводу которой кое-кто задавался вопросом, а стоит ли ее вообще считать, что называется европейской страной, так как большая часть ее территории лежит в Азии, а большинство населения исповедует ислам? Худшее заключалось в том, что над модернизацией наследия Кемаля Ататюрка после 60-летнего его господства нависла угроза. Исламисты всегда негодовали по поводу традиционного светского характера режима в Анкаре. Все-таки, если показателем европейскости считать современность государственных учреждений, например, наличие представительного правительства и обеспечение прав женщин и определенный уровень экономического развития, то Турцию следовало относить к европейским странам, а не к остальной части исламского Ближнего Востока. Обращение с политической оппозицией и национальными меньшинствами, особенно курдами, в Турции, тем не менее, за границей воспринималось с большим неодобрением, и практика турецкого правительства как гаранта прав человека вызывала откровенное сомнение. Тем самым Турция снова и снова ставила застарелые и не имеющие ответа вопросы о том, что же на самом деле представляла собой Европа. Важно то, что давние враги Турции, греки, тем не менее, выступили в роли ключевых сторонников приглашения Анкары в ЕС, приводя при этом одновременно экономические и политические доводы, невзирая на нерешенные проблемы по Кипру, теперь уже член ЕС. В конце первого десятилетия XXI века на переговорах в Ницце, пока шло согласование принципа дальнейшей экспансии, заодно договорились об избирательном цензе, при том, что французы преуспели в удержании тех же самых взвешенных избирательных прав, какие принадлежали Германии, теперь уже числившиеся бесспорно намного более крупным и состоятельным государством, участникам Союза. Ратификации Ницского договора все еще предстоит добиться. Разумеется, в национальных парламентах и ирландскому правительству в скором времени грозит проблема, состоящая в поражении на референдуме по его предложению. Из-за этого всю систему поразило очередное потрясение. Соглашение, заключенное в конце 2001 года, о том, что работу учреждений ЕС должны рассматривать участники особого собрания и вносить необходимые коррективы в его деятельность, очень слабо исправило сложившееся положение. И когда в 2005 году участники референдума, проведенного во Франции и в Нидерландах, отклонили документ, составленный этим собранием под несколько вычурным названием Конституция Европейского Союза, проект дальнейшего углубления процесса интеграции снова застопорился. Но тогда, как народный отказ от соглашения по Конституции представлялся очередным доказательством того, что Европейский Союз остается предприятием, затеянным политической элитой, может получиться так, что содержание данной Конституции как раз по этой же причине можно будет сформулировать в правовых и нормативных актах ЕС через исправленный вариант предложенной Конституции, возвращаемый участникам референдума в странах, где народ ее отверг. С окончанием Холодной войны обнаружилось, что Европа представляет собой нечто большее, чем географическое понятие, которым оно казалось до того момента. Однако находилось гораздо меньше, чем прежде причин, заниматься поиском некой врожденной европейской сущности или духа, не касаясь уже европейской цивилизации, считавшейся основным источником мировой цивилизации как таковой, она представлялась, как всегда, набором национальных культур, живо откликавшихся на свою собственную внутреннюю динамику, ведь с наступлением 21-го столетия практически не просматривалось признаков европейского патриотизма, способного, подобно старинным национальным убеждениям, тронуть душу народных масс всем тем, что удалось совершить с момента заключения Римского договора. Активность граждан на выборах депутатов европейского парламента упала повсеместно, кроме тех стран, где участие в выборах было обязательным. Языковое высокомерие угрожало толковому функционированию учреждений веномстве С, громадная, лишенная упорядоченности сложность которых уже сбивала с толку тех, кто рискнул заняться поиском в них политической логики, и, надо сказать откровенно, идея единой Европы широкой публике порядком поднадоела. Но следует упомянуть и большие достижения. Прежде всего, Европейский Союз представлял собой сообщество конституционных демократических государств и первую успешную попытку объединения Европы без опоры на гегемонию единственной какой-нибудь нации. На заре 21-го столетия, к тому же, ЕС формировался в условиях поднимающихся экономических штормов, но в конечном счете удалось добиться очевидного экономического успеха. Население государств, участников Союза, приближалось к 500 миллионам человек, и ему принадлежало примерно 75% объема мировой торговли, львиная доля приходилась на его собственную внутреннюю торговлю. Его ВВП в 2010 году превышал ВВП США и считался в три раза больше, чем ВВП Японии. Европа числилась одним из трех главных локомотивов мировой экономики, появившихся за предыдущие 50 лет. Европейцев явно волновало то, куда они движутся, зато к ним желали бы присоединиться очень многие аутсайдеры. В 1989 году оставалось еще много сомнений относительно будущего направления движения Китая. Дело даже не в том, что руководству правящей коммунистической партии бросали вызов представителей известных кругов в составе низовых сословий, с которыми китайские коммунисты могли бы управиться с применением откровенной силы. Ведь в ряде секторов народного хозяйства наблюдалось замедление роста. Дэн Сяопин, затеявший экономические реформы десять лет тому назад, в своем преклонном возрасте, ему исполнилось 85 лет, когда в 1989 году сложилась угрожающая ситуация, взял на себя ответственность за принятие политических решений и теперь приступил к проведению своей последней в жизни кампании. Во время своей поездки по южным провинциям в 1992 году дедушка Дэн осудил тех, кто видел в политической перегруппировке синоним экономического отката. Дэн Сяопин потребовал энергично и заниматься реформами и предоставить условия для развития частного предпринимательства. К тому времени застойные явления 1989 года уже ушли в прошлое, и с 1992 года Китай вступил в фазу неимоверно ускоренного роста, когда его ВВП на протяжении последующих 14 лет в среднем увеличивался больше, чем на 10%. Взрывной экономический рост Китая может обернуться самым важным глобальным событием с 1990-х годов. Мало того, что в результате образовался средний по западным понятиям класс, которому присислили больше 400 миллионов человек с покупательной способностью около среднего показателя по ЕС, к тому же Китай является второй по величине национальной экономикой мира. Львиная доля такого роста пришлась на частный сектор, но после масштабной реструктуризации к началу первого десятилетия 21 века наблюдался также некоторый рост в принадлежащем государству контролируемом секторе народного хозяйства. В экономической модели Китая внешне объединяется беспредельный капитализм с ведущей ролью государства и даже, следует прямо сказать, коммунистической партии. В ней сочетается необузданная эксплуатация масс молодых мужчин и женщин, поступающих трудиться на фабрики из сельской местности, с упором на политический контроль над всеми компаниями, включая тех, что принадлежат хозяевам китайцам или иностранцам. Постепенно распространяясь на север и запад, экономический рост все еще, по большому счету, сосредоточивается на юге и востоке, вдоль морского побережья и великих рек. То есть, повторяет модель, просматривающуюся с древнейших китайских династий и, превращаясь в гаранта региональной экономической стабильности, руководство режима не слишком позаботилось о том, чтобы повысить ответственность перед своим народом посредством демократических реформ, и в результате полной безответственности широкое распространение среди чиновников получили продажность и злоупотребление властью. В КПК, как кажется, нашли толковую модель развития страны, которая себя оправдывает, по крайней мере, благополучные времена. Китайские коммунисты практически не оставили себе путей к отходу с точки зрения законности их власти на тот случай, когда настанут лихие времена. С окончанием холодной войны внешняя политика Пекина тоже подверглась корректировке. Общая граница с бывшим СССР протяженностью больше шести с половиной тысяч километров теперь сократилась почти в два раза за счет перехода второй ее половины в распоряжение независимых теперь и более слабых республик Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Между тем, в конце 1990-х годов тревога вокруг Тайваня, давно связавшего китайскую внутреннюю и внешнюю политику, представлялась все еще такой же актуальной, как на протяжении без малого пяти десятилетий. При этом внешне фундаментальный характер изначальных схваток между националистическим режимом в Тайбее и Китайской Народной Республикой немного померк после формального прекращения американских дипломатических отношений с тайваньским правительством и последующим исключением Тайваня из ООН. Все-таки в 1990-х годах, пока в Пекине все еще придерживались свои политики присоединения Тайваня, как удалось вернуть Гонконг и Макао к материковому Китаю в качестве долгосрочной цели, все больше говорили о настроениях на острове объявить о некой его независимости. В Пекине такие слухи вызывали откровенное беспокойство и тревога достигла высшей точки во время визита президента Тайваньской республики в США в 1995-м году. Из Вашингтона отозвали посла КНР, а в официальной газете появилась статья, автор которой объявил проблему Тайваня взрывоопасной, как бочка с порохом. Все поняли, что в случае официального объявления Тайваня независимым от материкового Китая государством вполне может последовать вторжение на этот остров Ноак. Тайвань, кроме того, числился всего лишь одним из нескольких источников неопределенности и нервозности в Восточной Азии, растущую нестабильность и изменчивость в регионе после завершения Холодной войны, стало трудно скрывать, даже при том, что эти тенденции не доходили до тех же самых уровней, что наблюдались в Европе. Что несет окончание такого относительно четко обозначенного и поэтому объясняющего причины противостояния периода, сначала просматривалось с трудом. На Корейском полуострове, например, мало что изменилось. Северная Корея осталась в ловушке конфронтации США и Республикой Корея на юге, ее правители не собирались отказываться от обособления своей административно-командной системы народного хозяйства. Из-за провалов в управлении народным хозяйством, прекращения советской помощи в 1991 году и откровенной прямой династической эксплуатации власти правящим диктатором в начале 1998 года народ КНДР оказался на грани голода. Жизнь в Северной Корее по-прежнему осложнялась присущими ей одной проблемами, несколько не совпадавшими с региональными тенденциями, в русле которых развивалась Южная Корея. К середине 1990-х годов в Республике Корея сложился прочный демократический режим с высокими показателями экономического роста и заметным участием в международной торговле. Пока вся Восточная и Юго-Восточная Азия, за исключением Китая, переживала глубокой, но для большинства стран мимолетный финансовый кризис 1997-го и 1998-го годов, Япония после Холодной войны вступила в период спада, которому предстояло продлиться больше десятилетия, и после которого восстановление этой страны происходит с большими затруднениями. Японская экономика, часто провозглашаемая в 1980-х годах мировым лидером с точки зрения производительности и разработки новых товаров, к концу XX века представлялась жалкой тенью своего славного прошлого. Из-за неумеренной спекуляции недвижимостью и огромных инвестиций в непроизводственную деятельность или секторы, приносящие жалкую отдачу, у японских банков скопились огромные обременения, а у финансовых учреждений неоплатные долги. Курс иены резко упал, спекуляция на ее курсе началась незамедлительно и нанесла вред в мире финансовых операций быстрее, чем когда-либо прежде. Преобладающая деловая культура Японии, надежно встроенная как таковая в официальные и финансовые сети, теперь оказалась неспособной обеспечить решающее руководство к действию, поэтому с проблемой справиться не получилось, тем более условия для этого стали еще более неблагоприятными. Японская экономика на международной арене перешла в разряд отстающих, в результате наметилось снижение цен и рост безработицы. Стремительно сменявшееся правительство казались неспособными остановить такой процесс, и кое-кто из политиков ради укрепления собственного авторитета стал потворствовать националистическим чувствам населения. Деловой застой в Японии означал, что с конца 1990-х годов на нее больше нельзя было рассчитывать с точки зрения получения помощи для избавления экономических систем соседних стран от их хозяйственных трудностей, и даже при том, что в регионе в целом с начала первого десятилетия 21-го века рост удалось возобновить в некоторых странах, таких как Индонезия и Филиппины, былые темпы прироста ВВП восстанавливались очень медленно. По ходу дела своих сбережений, а иногда просто средств к существованию, лишились миллионы человек от Хоккайдо до Бали. Политические смещения в Юго-Восточной Азии, последовавшие за тогдашним кризисом, тоже выглядели весьма заметными. Министры авторитарных режимов в ряде стран использовали общественные ресурсы в интересах ближнего окружения тех, кто пользовался властью и их родственников. В мае 1998 года, после того, как с начала года индонезийская экономика сократилась на 8 с лишним процентов и валюта этой страны потеряла 4 пятых своей долларовой стоимости, массовые беспорядки заставили президента отказаться от власти. Так подошли к концу 32 года существования жестко контролировавшейся, прогнившей, но официально числившейся демократической системы, пришедшие на смену правительства, превратили Индонезию в страну с намного более открытым обществом, но восстановление экономики у них шло очень медленно. На какое-то время там обострилась этническая и религиозная междоусобица. Но с начала первого десятилетия 21 века рост экономики удалось восстановить и при президенте бывшем генерале Юдой Йоно политическая стабильность укрепилась в самых плюралистических для нее условиях. К 2010 году это главным образом мусульманская страна с населением почти 250 миллионов человек уже переживала стремительный прогресс. Второй по численности населения страной в этом регионе числится Вьетнам и его руководство повело свой народ в диаметрально противоположном направлении через дальнейшую централизацию своей политики с одновременным стимулированием экономической реформы по китайскому образцу названной во Вьетнаме Дой Мой Обновление К началу первого десятилетия 21 века Вьетнам занимал второе место в мире по темпам роста экономики но просторные области этой страны все еще пребывали в относительной нищете Как в Китае эксплуатация трудовых ресурсов под капиталистическими лозунгами с коммунистической спецификой шла весьма интенсивно В общем и целом невиданные взлеты и провалы экономики восточно-азиатских стран в первом десятилетии 21 века показали достигнутый уровень интеграции мирового хозяйства Экономические сдвиги в Пекине или Джакарте оказывали самое непосредственное воздействие на положение дел в мире и наоборот В Индии как и в Китае совсем не сразу сказались жесткие финансовые и экономические циклы затронувшие многие восточно-азиатские страны В этом отношении бесспорно на благо Индии послужила прошлая политика ее правительства Правительство Индийского Национального Конгресса пусть даже допуская некоторый отход от социализма первых лет независимости долгое время находились под мощным влиянием идей протекционизма управляемости национальной самодостаточности и даже замкнутости расплачиваться пришлось медленными темпами роста и социальным консерватизмом но их сопровождали слабые притоки зарубежного капитала по сравнению с соседними странами в 1996 году хиндутва и националистическая бхаратия Джаната партии БДП нанесли крупное поражение Индийскому Национальному Конгрессу и сформировали в Нижней Палате парламента самую многочисленную фракцию ее представители не смогли образовать свое собственное правительство тем не менее появилось коалиционное правительство развалившееся после внеочередных сопровождавшихся большим насилием всеобщих выборов в 1998 году те выборы тоже не дали достаточно определенных результатов так как не появилось явного парламентского большинства но представители БДП с союзниками сформировали в нем самую многочисленную фракцию в итоге удалось образовать еще одно коалиционное правительство в котором сторонники Пхаратия Джаната партии в скором времени обнародовали зловещую националистическую повестку дня провозглашавшую что Индию должны строить индийцы кое-кто нашел такую формулировку тревожной в стране где национализм пусть даже поощрявшиеся активистами индийского национального конгресса на протяжении сотни лет или около того обычно нивелировался благоразумным признанием реального дробления и скрытого насилия на их субконтиненте в конечном счете тем не менее это новое правительство удивило многих тем что избежало индуистско-националистических перегибов внутри страны и усилило либерализацию экономики приведшую к ускоренному хозяйственному росту в ряде областей Индии этот рост продолжался при новом возглавляемом руководством индийского национального конгресса правительстве которое на очередных выборах послуживших еще одним примером функционирующей в Индии демократии пришло к власти в 2004 году новый премьер-министр Сикх по национальности и экономист по образованию Манмохан Сингх активизировал попытки открытия экономики Индии для внешнего мира и придания ей достаточной конкурентоспособности на международном уровне к середине первого десятилетия 21 века в Индии явно наметился стремительный экономический подъем при всей кажущейся согласованности с решимостью заручиться авторитетом у народа через разыгрывание националистической карты ситуация тем не менее развивалась в контексте текущего старого спора с руководством Пакистана о том что в мире должны стремиться к пониманию решения правительства БДП о возобновлении серии ядерных испытательных подрывов в мае и июне 1998 года индийцы подтолкнули пакистанское правительство последовать их примеру и ответить точно такими же собственными ядерными испытаниями оба правительства теперь числились членами клуба стран власти которых признали наличие в них готового к применению ядерного оружия если для рассмотрения данного факта взять расширенный контекст на который указывал индийский премьер-министр получится так что индийцы испытывали страх перед китаем уже числившимся ядерной державой и помнившимся им победителем в гималайской войне 1962 года обратите внимание к тому же на растущее сочувствие проявленное пакистанским правительством к исламской фундаменталистской агитации в других странах особенно в Афганистане где в 1996 году состоялось учреждение в Кабуле весьма реакционного правительства фракции под названием Талибан получившей поддержку со стороны пакистанцев кое-кто уныло обсуждал предположение о том что пакистанская атомная бомба может совершенно просто превратиться в исламскую бомбу в любом случае действия властей Индии послужили серьезному откату в деле предотвращения распространения ядерного оружия до тех пор удававшегося мир охватила всеобщая тревога зарубежных послов отозвали из Дели и правительства ряда стран последовали примеру Вашингтона администрация которого прекратила или приостановила помощь Индии все принятые меры не остановили однако власти Пакистана повторившие пример Индии миру со всей очевидностью не удалось избавиться от угрозы ядерной войны покончив с холодной войной Такую опасность к тому же теперь следует понимать в мире в том виде что стабильность на планете утратила ту свою прочность что была в 1960-х годах и что индо-пакистанские отношения все еще остаются напряженными из-за проблемы Кашмира В России самым крупным и важным из государств СНГ в июне 1991 года народ выбрал президентом Бориса Ельцина на первых свободных выборах в этой стране с 1917 года за него отдали свои голоса 57% граждан пришедших на избирательные участки в ноябре указом этого президента объявлена распущенная коммунистическая партия Советского Союза В январе 1992 года уже после развала Советского Союза Ельцинское правительство приступило к выполнению программы радикальной экономической реформы в свете которой провозглашалось освобождение экономики от прежних рычагов контроля Экономическим итогом ее практически для всего населения России стала абсолютная катастрофа тогда как инсайдеры сказочно обогатились подавляющее большинство народа потеряло свои сбережения пенсии или работу потребление электроэнергии в хозяйственной сфере сократилось на треть соответственно валом нарастала безработица обваливался национальный доход и реальная заработная плата объем промышленного производства упал в полтора раза добавьте ко всем бедам невиданное разложение государственных органов и необузданное распространение уголовных преступлений многим россиянам все эти абстракции принесли конкретное горе в начале 21 века народное здравоохранение находилось в загоне и средняя продолжительность жизни сократилась настолько что не достигала 60 лет то есть за неполные 10 лет упало на 5 лет в 1993 году прошли выборы по итогам которых сформировали новый парламент включавший многочисленных противников Ельцина еще один источник трудности представляли так называемые национальные республики СНГ на территории которых проживало 27 миллионов человек русской культуры а также носители клановых политических интересов возникших вокруг бюрократических и промышленных очагов новой России не забывайте к тому же о разочарованных экс-реформаторах от которых Ельцин избавлялся потребовало совсем немного времени на осознание того что беды народа России проистекают не только из советского наследия но представляют собой логическое производное от общего состояния русскоисторической культуры и цивилизации в 1992 году Россию как таковую провозгласили федерацией и в следующем году структурную основу государства закрепили в президентской даже автократической конституции но в скором времени Ельцину пришлось отбиваться от оппозиции как с левого так и с правого фланга все закончилось мятежом после того как он приостановил деятельность парламента своим декретом о постепенной конституционной реформе в самом кровавом после 1917 года гражданском противостоянии в Москве погибло больше сотни человек наравне с предыдущим запретом коммунистической партии события того времени рассматривались как откровенное своеволие президента Ельцина совершенно определенно тогдашний президент Российской Федерации предпочел силовую акцию последовательной дипломатии тем не менее с учетом того как мало президент Ельцин мог предложить русским людям с точки зрения материального благополучия так как экономика находилась в руках продажных чиновников и их посредников его перевыборы в 1996 году состоялись исключительно благодаря доверию к нему лично и любви русских людей к новообретенной политической свободе именно поэтому ему удалось победить неокоммунистов России за два года до этого появилась новая проблема в виде национального восстания в Чечне автономной республики Российской Федерации с населением преимущественно исповедующим ислам некоторые из мятежных чеченцев утверждали будто они осуждают и готовы мстить за безнравственность их покорения и подавления императрицей Екатериной Великой в 18 веке а также за политику геноцида проводившуюся Сталином в 1940 годах их гнев и готовность к сопротивлению происходили из той жестокости с какой русские власти стревоженные опасным примером для остальных мусульман Российской Федерации превратили чеченскую столицу в развалины а жители сельской местности обрекли на голод погибли тысячи человек но жертвы со стороны русских людей разбудили воспоминания об Афганистане и возникла слишком большая угроза перетекания военных действий на территорию соседних республик еще с 1992 года русский гарнизон предохранял покой правительства получившего независимость Таджикистана подвергавшегося опасности свержения исламскими радикалами получавшими моральную и материальную подпитку из Пакистана на таком нерадостном фоне к 1996 году оставалось совсем немного надежд когда-то связывавшихся с перестройкой и гласностью причем еще больше омрачало ситуацию понимания того что состояние здоровья президента Ельцина усугубленное неумеренным потреблением алкоголя совсем пошатнулось к тому времени события за пределами России особенно в бывшей Югославии потребовали напоминания западным державам в виде заявлений и выразительных жестов о том что в Москве не отказываются от роли своей страны как великой державы а также о нараставшем беспокойстве России по поводу последствий вмешательства запада в дела любого независимого суверенного государства к 1998 году однако российскому правительству едва удавалось собрать налоги и заплатить своим наемным работникам положенное содержание в 1997 году впервые с 1991 года зарегистрирован реальный пусть даже крошечный рост ВВП но экономика все еще отдавалась на откуп отдельных групп государственные инвестиции шли в распоряжение частных предприятий часто за взятки или своим людям кто-то единомоментно делал огромное состояние в то время как миллионы рядовых граждан месяцами оставались без зарплаты с прилавков торговых предприятий исчезали предметы первой необходимости продолжался рост цен раздражение и враждебность в обществе неизбежно достигали самого высокого уровня когда безмерное потребление одних мозолило глаза на улицах неимущему населению затем в 1998 году наступил финансовый крах и отказ государства платить по внешнему долгу Ельцину пришлось уволить председателя правительства назначенного за приверженность рыночной экономики и согласиться с навязанной его противниками кандидатурой таким образом в результате следующих парламентских выборов дума стала более мирной и в канун нового года президент счел для себя возможным объявить о своей отставке его преемник в то время был уже председателем правительства Ельцин надлежащим образом объявил что следующим президентом следует избрать Владимира Путина и тот вступил в должность президента после мартовских выборов 2000 года бывший подполковник КГБ Путин к тому времени пользовался заслуженным уважением многих россиян благодаря временному как оказалось успеху в установлении мира в Чечне и снижению опасности того что беспорядки с ее территории перекинутся за пределы республиканских границ можно предположить что протесты на западе по поводу нарушения прав человека в Чечне тоже помогли сплотить патриотически настроенное население в поддержку своего президента но он к тому же произвел благоприятное впечатление в столицах западных государств несмотря на серию случайных бедствий омрачивших первые несколько месяцев его пребывания на посту президента которые послужили индикатором плачевного состояния инфраструктуры России все-таки появилось ощущение того что серьезные проблемы наконец-то можно будет преодолеть в более узком плане касавшимся лично Ельцина ему с семьей преемник обещал неприкосновенность от судебного преследования за те или иные нарушения допущенные во время его правления президент Путин вдохнул новую жизнь в управление страной после литургии последних ельцинских лет новый президент вступивший в должность в 48 лет олицетворял собой скромного и сдержанного человека пришедшегося по душе подавляющему большинству россиян по контрасту с часто неэффективным экстравертом Ельциным Путин хотел производить впечатление человекодействия он незамедлительно приступил к восстановлению централизованной власти в России и расправился с так называемыми олигархами когда кое-кто из них попытался игнорировать Кремль после его переизбрания в 2004 году однако возникла тревога по поводу притеснения его правительством российской прессы критиковавшей политику президента в то время как американская трагедия 11 сентября 2001 года стала для Путина прекрасным поводом представить военную агрессию в Чечне как борьбу с террористами и таким образом уклониться от негативной реакции Запада ему не удалось погасить конфликт в мятежной республике его попытки склонить власти соседних с Россией бывших советских республик к более дружественной позиции тоже не имели успеха главное достижение Путина обеспечение некоторой степени экономической стабильности к 2005 году удалось обуздать инфляцию и наблюдалось последовательное увеличение ВВП России тем не менее однако даже после его переизбрания в 2011 году Путин скорее всего будет восприниматься как переходная фигура на пути к новому российскому обществу которому предстоит вернуть себе достойное место среди мировых центров власти В начале 21 века Соединенные Штаты гораздо очевиднее чем в 1945 году воспринимались как величайшая в мире держава При всех осложнениях политического климата в 1970 и 1980 годах а также в беспечном нарастании государственного долга через узаконенный пассивный баланс бюджета гигантская экономика США продолжала демонстрировать поразительный динамизм и бесконечный потенциал возрождения после очередного провала Замедление ее роста в 1990 годах происходило без остановки в пути Невзирая на политический консерватизм так часто удивлявший иностранцев США сложилось одной из самых гибких и легко приспосабливающихся к изменениям условий существования человеческих сообществ мира однако множество застарелых проблем к последнему десятилетию двадцатого века все еще оставались нерешенными привыкшие к относительному благосостоянию американцы которых эти проблемы лично никак не касались внимания на них не обращали зато они служили горючей смесью для подпитки устремлений страхов и недовольства темнокожих американцев все это нашло отражение в их общественных и экономических достижениях времен правления президента Джонсона то есть последнего президента США делавшего решительные усилия для правового оформления окончания бед Черной Америки хотя первый в национальной истории США темнокожий губернатор занял свой пост в 1990 году пару лет спустя жители района Лос-Анджелеса под названием Уотс печально известного своими беспорядками за четверть века до того снова продемонстрировали что видят сотрудников полиции Лос-Анджелеса всего лишь прислужников оккупационной армии по стране в целом вероятность того что молодой темнокожий мужчина погибнет быть может даже от рук такого же черного была в семь раз выше чем у его белолицого современника и в тюрьме он мог оказаться с гораздо большей вероятностью чем в университете если около четверти американских младенцев тогда рождались у несостоящих в браке матерей то две трети таких младенцев рождались у негритянок и это служит тревожным показателем неустроенности семейной жизни в негритянских американских общинах преступность обвальное ухудшение здоровья населения в некоторых районах и фактическое отсутствие правопорядка в городских анклавах проживания бедноты все еще убеждали многих ответственных американцев полагающих что национальные проблемы оставались далекими от их решения на самом деле некоторые статистические данные уже выглядели приличнее если Билл Клинтон избранный президентом в 1993 году разочаровал многих сторонников своими законодательными инициативами основная вина за них легла на республиканцев конгресса при том что к тому же обременительное явление в виде стремительно растущего числа так называемых латиноамериканских американцев прибывавших официально и нелегально из Мексики и стран Карибского бассейна волновало многих людей президент Клинтон отказался слушать рекомендации ограничить въезд в его страну переселенцев население носителей латиноамериканской родословной за 30 лет удвоилось и теперь составляет примерно одну восьмую часть общей численности граждан США в Калифорнии считающейся самым богатым штатом эти переселенцы обеспечили четверть ее населения и бездонный источник низкооплачиваемых трудовых ресурсов даже в Техасе латиноамериканцы стали использовать политику ради того чтобы об их интересах никто не забывал между тем как модно теперь выражаться Клинтону удалось соседлать экономическую волну недостатки его внутренней политики сторонники Билла взяли за привычку приписывать противникам а не его собственным провалом в управлении и чрезмерной озабоченности так называемыми электоральными соображениями хотя демократы в 1994 году утратили контроль над законодательной властью его переизбрание в 1996 году на второй срок считается большим триумфом самого Клинтона и успех сопровождал его партию на промежуточных выборах в парламент тем не менее второй президентский срок Клинтона не оправдал возлагавшихся на него надежд в его защиту можно сказать что в самом начале он получил в наследство страну печально растерявшую престиж и мощь накопленные во времена Джонсона и в начале правления Никсона авторитет должности президента США укрепившийся при Вудро Вильсоне Франклине Рузвельте и на заре холодной войны стремительно и кардинально рухнул после Никсона но Клинтон не сделал ничего чтобы остановить разложение власти по мнению многих американцев он откровенно усугубил все дело из-за личной неосмотрительности он подверг себя получившим широкое освещение в прессе и затянувшимся расследованием неблаговидных финансовых махинаций и распутных похождений а в 1999 году дошел даже до невиданного мероприятия слушаний в Сенате по обвинениям против избранного президента с целью отстранения его от должности по замысловатому стечению обстоятельств в том же году предпринималась попытка импичмента Ельцина также провалившаяся однако по опросам населения авторитет Клинтона только укрепился и когда начались слушания его рейтинг поднялся выше чем он был годом раньше и попытка импичмента не удалась те кто голосовал за него одобряли казалось бы то в чем его обвиняли даже при том что прекрасно помнили об изъянах его характера на протяжении периода правления Клинтона администрация США к тому же явно упустила шанс превратиться в мирового гегемона появившееся было с окончанием холодной войны чтобы не утверждали авторы обычных сообщений в американских газетах и телевизионных выпусках тогда вроде бы просматривалась некоторая надежда на то что традиционное местничество можно будет как-то преодолеть и что народ США объединит усилия с народами остальных стран ради всеобщего блага трудно было не замечать озабоченности американской администрации проблемами требовавшими постоянных и напряженных усилий США во всех уголках планеты последующие десять лет они должны были принять угрожающие размеры но их вид в скором времени затушевался невнятностью американской политики Клинтон ставил перед собой цель прежде всего содействовать глобализации рыночной экономики и поучать народы остальных стран на примере достижений Соединенных Штатов приверженный в глубине души разносторонним подходом Клинтон оказался слишком осторожным политиком чтобы взять на себя риск противостояния американской общественности утомленной внешнеполитическими кампаниями холодной войны власти США могли бы возглавить совершение многих важных дел таких как ликвидация нищеты в мире и решение глобальных экологических проблем но их просто образно говоря замели под ковер в обмен на то чтобы электорат Клинтона видел в нем жизнеутверждающего президента он предоставил своим избирателям возможность почувствовать себя превосходно а сам при этом занимался по большому счету исключительно личным обогащением прошло совсем немного времени и проводникам американской политики стало досаждать миротворческими мероприятиями ООН когда на 50-ю годовщину основания ООН в 1995 году Клинтону пришлось увещевать своих соотечественников что мол отворачиваться от этой организации означало бы забыть уроки истории его высказывания появились на фоне действий в том же году но чуть раньше депутатов нижней палаты американского конгресса предложивших сократить американские затраты на миротворческие операции ООН к тому же американцы отказались от выполнения своих обязательств по наполнению стандартного бюджета ООН когда США причиталось больше 270 миллионов долларов 9 десятых совокупной задолженности всех остальных стран должников этой организации политика США внешне достигла поворотного пункта с крахом вмешательства ООН в Сомали в 1993 году причем с человеческими жертвами среди участников событий на стороне ООН и с захватывающим воображением освещением по телевизионным каналам издевательства над телами американских морских пехотинцев ликующих сомалийцев в вскоре отказ американцев от участия во вмешательстве сил ООН или его поддержки в африканских государствах Бурунди и Руанда показал какие катастрофические последствия могут вытекать из американского самоустранения от участия в операциях вторжения сухопутными войсками в этих двух мелких странах на протяжении многих поколений разделенных на правящее меньшинство и подчиненное большинство в 1995 1996 годах все вылилось в резню на уничтожение целого народа погибло больше 600 тысяч человек и миллионы из общей численности населения всего лишь около 13 миллионов человек в обеих странах вместе взятых отправились в изгнание в качестве беженцев казалось что чиновники ООН ничего не могли сделать если Вашингтон не пошевелит хотя бы пальцем после того как президент Клинтон санкционировал ограниченные авиаудары по боснийско-сербским войскам ради мирного урегулирования обстановки завершившегося подписанием в 1995 году Дейтонского соглашения среди ученых журналистов и политиков развернулись оживленные дебаты о том какой они представляют себе мировую роль США основное внимание участники таких споров сосредоточивали вокруг рационального использования американской мощи и пределов до которых эту мощь следует применять и даже перспективы войн между представителями различных цивилизаций между тем дипломатии Клинтона пришлось решать дилемму как подстраивать весь мир под американские идеологические стандарты и как избежать военных потерь прежде всего из числа тех же американцев среди новых внешнеполитических проблем стоит обратить внимание на появление новых потенциальных источников ядерной угрозы на примере незатейливой ядерной программы Северной Кореи в 1993 1994 годах в Вашингтоне обнаружили а индийские и пакистанские испытания в 1998 году подтвердили что США теперь оказались на равных с медленно увеличивающейся группой государств обладающих ядерным оружием власти семи из которых открыто признали свой статус двух пока его еще скрывали каким бы громадным превосходством в системах доставки и потенциальной мощи удара американцы не обладали к тому же американцам не приходилось рассчитывать что им удавалось совсем недавним прошлом на то что правители всех этих ядерных государств способны на рациональное по американским стандартам определение собственных интересов но так выглядит всего лишь одно из новых соображений при определении политики Вашингтона после окончания холодной войны на Ближнем Востоке настойчивые американские меры на финансовом фронте в начале 1990-х годов из-за расширения еврейских поселений на оккупированном израильскими войсками западном берегу реки Иордан какое-то время выглядели так будто с их помощью можно было убедить израильское правительство обеспокоенное арабской интифадой и сопровождающими ее вылазками террористов в том что чисто военного решения палестинской проблемы не существует позже потратив громадные усилия и заручившись поддержкой доброжелательных чиновников представительства норвежского правительства американцам удалось в 1993 году организовать в Осло тайные переговоры между израильскими и палестинскими представителями наконец-то давшие вселяющие надежды перемены обе стороны тогда объявили что пришло время положить конец десятилетиям конфронтации и конфликтов признать взаимные законные и политические права и стремиться к мирному сосуществованию представители противоборствующих сторон договорились о создании самостоятельной палестинской автономии причем однозначно временной в распоряжении которой отдается западный берег реки Иордан и точно так же оккупированный сектор газа и об окончательном мирном урегулировании в течение пяти лет такая договоренность вроде бы обещала укрепление стабильности для Ближнего Востока в целом палестинцы впервые могли гордиться своими дипломатическими достижениями но продолжающееся строительство новых израильских поселений в областях оккупированных израильскими войсками в скором времени снова отравило благостную атмосферу оптимизм стал улетучиваться по мере продолжения диверсионных вылазок террористов или ответных на них действий заложенные на улицах израильских городов палестинцами фугасы убивали и калечили без разбора мирных посетителей магазинов и случайных прохожих а тем временем вооруженный еврей застреливший тридцать палестинцев мечети в Хевроне заслужил посмертное одобрение своего поступка со стороны многочисленных соотечественников при всем при этом надежда на мирный исход все еще оставалась мирные переговоры с Израилем возобновили власти Сирии Иордании и Ливана а с территории предназначенной для автономных палестинских зон на самом деле начался вывод подразделений израильских вооруженных сил Затем в ноябре 1995 года фанатически настроенный соотечественник совершил покушение на жизнь израильского премьер-министра На следующий год к власти пришел консервативный премьер-министр зависевший своей деятельности от парламентской поддержки еврейских эсклиминских партий Он пользовался популярностью у незначительного большинства населения но все понимали что как минимум в ближайшем будущем следует рассчитывать исключительно на энергичную политику Израиля по дальнейшему освоению спорных территорий через строительство новых еврейских поселений и что соглашения подписанные в Осло выполнять никто не будет Даже после избрания нового лейбористского правительства в 1999 году возврата к обещанию предусмотренного соглашениям подписанным в Осло не произошло Новые переговоры под эгидой Билла Клинтона на излете его правления в качестве президента США с точки зрения какого-то конкретного урегулирования провалились Палестинский предводитель Ясир Арафат после начавшегося в 2000 году очередного палестинского восстания провел последние годы своей жизни он умер в 2004 году в осажденном израильскими войсками квартале в Рамале В 2006 году палестинский парламент перешел под контроль исламистской группировки Хамас предводители которой провозгласили целью ее существования уничтожения Израиля Американцы совершенно откровенно повторяли все ошибки прочих посторонних для данного региона участников мирного урегулирования пытавшихся ликвидировать последствия от провозглашения сионистской программы веком раньше и декларации Бальфура в 1917 году Толкового урегулирования ситуации в зоне Персидского залива у американских политиков также не получилось Санкции одобренные ООН ничего хорошего Ирану или Ираку не принесли а кропотливыми и усердными усилиями властей последнего к середине 1990-х годов разрушились все надежды на сохранение широкой коалиции созданной в 1991 году против Багдада Никакие санкции правительства Саддама Хусейна вроде бы не беспокоили Они тяжким временем легли на его подданных но их вполне можно было перетерпеть за счет контрабандного ввода товаров необходимых иракскому режиму Ирак оставался крупным продавцом нефти на внешнем рынке и за счет поступлений валюты из данного источника удалось несколько восстановить его военный потенциал тогда как никакого надежного контроля над производством в этой стране оружие массового уничтожения в соответствии с решением ООН не осуществлялось Американские политики находились все так же как всегда далеко от достижения собственной принципиальной и очевидной цели свержения режима даже когда при поддержке одних только британцев они опять в декабре 1998 года четыре ночи подряд вели воздушные налеты на Багдад ничего при этом не добившись можно вполне определенно судить как отразилось на американском престиже появление подозрений по поводу выбора времени нанесения воздушных ударов по Ираку пришедшихся на слушание в Вашингтоне в связи с импичментом грозившим Клинтону мировое внимание от которого желательно было отвлечь на что-то еще хотя 1998 год начался с того что президент Клинтон высказался в своем штате по поводу внутренних условий в США указывавших на наступление благоприятных времен дела Вашингтона во внешней политике не заслуживали такой благостной оценки в августе американские посольства подверглись нападению мусульманских диверсантов в Кении и Танзании причем в результате погибло очень много народу В течение пары недель поступил ответ американцев в виде ракетных ударов по предполагаемым базам террористов на территории Афганистана и Судана где якобы разрушили предприятие по изготовлению оружия для ведения бактериологической войны достоверность чего не подтвердилась Подрыв фугасов у зданий американских посольств в обеих странах Билл Клинтон связал с таинственной фигурой саудовского экстремиста Усамы Бен Ладена В этой же речи он также утверждал будто располагает убедительными доказательствами запланированных новых нападений на граждан Соединенных Штатов когда когда в ноябре в федеральном суде присяжных заседателей Манхэттена предъявили обвинение Усамы Бен Ладену и подельникам по двумстам с лишним преступлениям касавшимся нападений на посольства США и на американских военнослужащих а также неудавшегося подрыва в 1993 году Всемирного торгового центра в Нью-Йорке ни у кого не вызвал удивления его отказ явиться для дачи показаний Тогда считалось что Бен Ладен скрывался в Афганистане под покровительством режима талибов взявших под свой контроль эту страну лежавшую в развалинах послевоенных действий СССР в середине 1990-х годов С начала 1999 года центром бед бывшей Югославии стало Косово Когда весна перешла в лето стратегическое решение наконец-то принятое в марте того года по поводу проведения военно-воздушной кампании силами НАТО но выполнявшаяся в основном американцами против Сербии на самом деле давало совсем мало толка если только не иметь ввиду укрепление воли сербов к сопротивлению и увеличение потока беженцев из Косово Россию насторожили действия НАТО проводившееся без обычного как правило согласования с организацией объединенных наций к тому же в Москве почувствовали что ее традиционные интересы в этом регионе проигнорированы человеческие потери нанесенные мирному без разбора сербскому и косовскому населению в скором времени вызвали протест населения 19 стран НАТО и тогда же сербский президент Слободан Милошевич укрепился в своей позиции так как Билл Клинтон заверил всех в том что наземного вторжения со стороны НАТО не будет все происходящее действительно выходило за рамки привычного применения иностранных вооруженных сил против суверенного европейского государства из-за его поведения в отношении собственных граждан между тем больше трех четвертей миллиона косовских беженцев пересекло границу в поисках пристанища в Македонии и Албании они принесли с собой рассказы о злодеяниях и угрозах со стороны сербов получалось что белградское правительство преднамеренно вытесняет по крайней мере часть косовского большинства с территории края потом случилось ужасное несчастье ориентируясь на устаревшую информацию пилот американского самолета допустил ошибку нанес прямой удар по китайскому посольству в Белграде и убил несколько его сотрудников в Пекине отказались даже слушать извинения которые Клинтон попытался принести китайскому руководству во время тщательно организованной телевизионной кампании китайскому народу уже преподнесли толкование вмешательства НАТО как наглый акт американской агрессии заранее организованные толпы студентов выражали возмущение у ворот американского и британского посольств в Пекине вполне в рамках приличия без крайностей времен так называемой культурной революции что было удачно приближалась десятая годовщина расправы на площади Тяньаньмэнь тем самым студенческий пар удалось выпустить свисток антизападного бунта в глубине китайской озабоченности по поводу мировой роли Америки сомневаться не приходилось как и в том что участие Китая наравне с Россией в выводе мирового сообщества из косовского тупика безуспешно мешало НАТО в достижении поставленных целей китайцы твердо верили в систему вета Совета безопасности ООН и видели в ней защиту суверенитета отдельных стран они к тому же не горели большим желанием проявлять сочувствие к потенциальным косовским сепаратистам опасаясь как всегда любой опасности расчленения их собственной огромной страны где-то в глубине сознания к тому же могли бродить мысли о восстановлении исторической мировой роли Китая а также желание посчитаться за определенные былые оскорбления на протяжении столетия после окончания так называемых опиумных войн Китай постоянно подвергался унижениям со стороны европейских и американских оккупационных войск обеспечивавших так называемый порядок в нескольких городах кое-кому из жителей Поднебесной могло приходить на ум сладкое видение перемены судеб если китайским солдатам когда-то придется служить в миротворческих силах на территории Европы спасибо американскому президенту за его желание любой ценой предотвратить опасность которой могли бы подвергнуться сухопутные войска подобно Боснии которая лишила доверия организацию объединенных наций как механизм сохранения международного порядка теперь Косово могло разрушить веру в НАТО в начале июня однако ущерб нанесенный воздушными налетами наряду со своевременной инициативой русских выступивших в качестве посредников на переговорах и настойчивостью британцев требовавших наземного вторжения войск НАТО наконец-то ослабили волю сербского правительства в том же месяце при посредничестве России удалось договориться чтобы сухопутные войска НАТО вошли на территорию Косово для выполнения так называемых миротворческих задач сербские войска были выведены из Косово и этот край заняли подразделения вооруженных сил НАТО беды бывшей Югославской Федерации на этом далеко не закончились в 2006 году солдаты НАТО все еще находились там но сохранялась неясность по поводу будущего Косово на долгосрочную перспективу даже при том что сербское меньшинство продолжало сокращаться из-за насильственных методов использовавшихся албанским большинством для контроля этого края но к тому времени случились известные перемены в настроениях и во властных коридорах Белграда бывшего сербского президента арестовали и передали в распоряжение специально созданного международного суда в Гааге где началось следствие над лицами подозреваемыми в нарушении положений международного права посвященных военным преступлениям и прочим тяжким проступкам по мере приближения конца срока полномочий президент Клинтон время от времени напоминал о необходимости отмены решения о сокращении расходов на оборону утверждал что предложение по ограничению эмиссии пагубных для климата промышленных выбросов в атмосферу неприемлемы и всячески пытался убедить китайцев в желании сохранить с ними приличное торговое отношение Китай должны были принять во всемирную торговую организацию в 2001 году кандидат от республиканской партии на президентских выборах 2000 года Джордж Уокер Буш приходящийся младшим сыном Джорджу Гербарту Уокеру Бушу потерпевший поражение на выборах в 1992 году от Билла Клинтона во время своей победоносной кампании делал упор на обещание предотвратить использование американских войск в операциях по поддержанию мира за границей к тому же он собирался большое внимание уделить построению системы противоракетной обороны способной защищать Соединенные Штаты от так называемых стран-изгоев владеющих ядерными ракетами ранние издания этой книги заканчивались мыслью о том что жизнь постоянно будет преподносить нам сюрпризы так как обстоятельства имеют тенденцию изменяться с одной стороны медленнее а с другой стороны быстрее чем мы склонны о них думать это истинно подтвердилось когда события 11 сентября 2001 года снова изменили ход событий прекрасным утром того осеннего дня 4 авиалайнера следующие в соответствии с расписанием по маршрутам внутри Соединенных Штатов захватили во время полета то ли исламисты то ли выходцы с Ближнего Востока без какой-либо попытки как часто бывало в подобных случаях воздушного пиратства потребовать выкуп или обнародование заявлений об их целях террористы направили оба самолета не щадя ни себя ни пассажиров в огромные башни всемирного торгового центра на Нижнем Манхэттене а еще один в сердце американского военного планирования и управления то есть в здание Пентагона в Вашингтоне Четвертое пассажирское воздушное судно разбилось среди полей и лугов по-видимому из-за героических усилий некоторых пассажиров оказавших сопротивление захватившим его террористам все пассажиры тех самолетов погибли разрушения в обоих городах были чудовищными прежде всего в Нью-Йорке и еще три тысячи человек расстались с жизнью причем многие из них оказались иностранцами с первых минут все поняли что на поиск истины заключенной в данных трагедиях потребуется некоторое время но незамедлительная реакция американской администрации состояла в общем и целом в обвинении экстремистских исламистских террористов в этой связи президент Буш объявил о начале глобальной войны с абстрактным терроризмом конкретно он распорядился отыскать и призвать к ответу мистического Усаму Бен Ладена тем не менее о чей-то индивидуальной ответственности за диверсию 11 сентября речи не шло намного важнее было всеобщее возмущение относительно мусульманского радикализма и ислама в целом из-за этого эффект произведенный случившимся оказался более сильным чем просто ужас по поводу мучений тысяч пострадавших людей а также нанесенных физических повреждений и экономического ущерба в результате в некоторых странах были случаи индивидуальных действий против мусульман для всех сразу стало штампом выражения что после событий 11 сентября 2001 года мир изменился понятно что в нем заключалось большое преувеличение при всех тяжких последствиях событий многие исторические процессы в положенных для них уголках планеты продолжались как ни в чем не бывало но эффект от тех нападений несомненно выкристаллизовался в нечто материальное и помогало взглядеть то что раньше ускользало из виду сознание американского народа испытало непосредственное и очевидное потрясение что повлекло за собой не только единодушное сплочение общественного мнения в поддержку президентской формулировки о начале войны пусть даже с нечетко обозначенным врагом но и изменение политического положения нового президента в начале года после спорных выборов ответившего на многочисленные вопросы теперь не вызывало сомнений то что его соотечественники снова ощущали нечто вроде национального воодушевления и единства напоминавшего состояние американского общества вслед за нападением японцев на Пёрл-Харбор без малого 60 лет назад граждане США подвергались нападениям террористов у себя в стране и за границей на протяжении 20 лет трагедия 11 сентября однако представлялось явлением совершенно невиданным по своим масштабам и к несчастью служило основанием для предположения о грядущих злодеяниях врагов США не приходилось удивляться тому что Буш чувствовал запрос разгневанного демократического сообщества на громкие заявления и что народ его страны в подавляющем большинстве ждал от него решительных действий в скором времени показалось вполне вероятным что к задержанию и привлечению к суду невнятной фигуры Бен Ладена придется добавить задачу по устранению силой угрозы со стороны стран-изгоев обвинявшихся в активном и существенном содействии террористам практическое исполнение такой задачи состояло не только в подготовке к военным мероприятиям но и в энергичном в мировом масштабе дипломатическом наступлении ради приобретения моральной поддержки и материальной помощи союзников американцам сопутствовал поразительный успех правительство отнюдь не всех стран откликнулись на американские инициативы с восторгом зато почти все положительно включая власти большинства мусульманских стран и главное России с Китаем в Совете безопасности ООН не составило ни малейшего труда выразить единодушное сочувствие державы НАТО признали свою ответственность в случае оказания помощи союзникам подвергшимся нападению врага неизвестного ни у кого не возникало однако об организовавших диверсии 11 сентября силах истинной разветвленности их сетей и масштабе известно было совсем мало на первый взгляд представлялось маловероятным что какой-то один человек оказался способным на подготовку и осуществление такой сложной диверсионной операции но маловероятным казалось и начало противоборства цивилизации как кое-кто пытался представить свое толкование событий то что политика администрации США за границей прежде всего в поддержку Израиля во многом послужило поощрением нарастание антиамериканских настроений в арабских странах сомнению не подлежит пусть даже это покажется чем-то новым для многих американцев к тому же возникло широко распространенное негодование по поводу оскорбительной напористости с какой по американским информационным каналам навязывали народам нищих стран образцы равнодушной к человеку капиталистической культуры в ряде мест то, что можно было бы считать американскими оккупационными армиями гостями которым редко рады в любой стране на самом деле представлялось подпорками продажных режимов казнокрадов но ни один из таких режимов не мог достойно принять участие в крестовом походе против мусульман как и другие страны исламской цивилизации которую можно было рассматривать в качестве монолитного противника монолитному западу в ближайшей перспективе удалось разве что устранить от власти в Кабуле враждебный режим талибов причем пришлось объединить усилия их местных и непримиримых врагов получивших американскую помощь в виде авиационной поддержки поставки техники и применения армейского спецназа к концу 2001 года удалось слепить формальное афганское государство лишенное ресурсов и опасно разделенное на феодальное владение предводителей вооруженных группировок и племенные анклавы существование которого зависело от американских и натовских войск подавлявших его врагов пагубные последствия невнятно сформулированных задач войны с терроризмом осложнили ход событий в Палестине власти арабских государств совсем не собирались прекращать поддержку палестинцам когда войска Израиля шли на них войной призывая к христовому походу против международного терроризма наиболее разрушительным следствием 11 сентября можно назвать принятая президентом Бушем и его основным внешнеполитическим союзником британским премьер-министром Тони Блэром в 2003 году решение осуществить вторжение в Ирак главной причиной вторжения стал растущий страх особенно в США наличие у режима Саддама Хусейна химического бактериологического а также ядерного оружия массового уничтожения до сентября 2001 года трудно себе было даже представить возможность превентивного военного удара по суверенной стране на основании как оказалось надуманном подозрений будто на ее территории хранятся опасные запасы вооружений или ведется их разработка пусть даже режим этой страны вам неприятен но мнение многих американцев переменилось после крушения башен близнецов 11 сентября 2001 года теперь они демонстрировали готовность следовать за президентом который со своей стороны хотел использовать общественное настроение возникшее после трагедии чтобы быть готовым к возможным будущим угрозам даже если Буш и Блэр понимали что Саддам при всем его блефовании и показном хвастовстве перед западом не имел ни малейшего отношения к диверсиям исламистов в Нью-Йорке и Вашингтоне они считали что его режим большое зло и он должен быть свергнут несмотря на упорное сопротивление всех остальных членов Совета Безопасности ООН и подавляющей части носителей мирового общественного мнения власти США и Британии приступили к проталкиванию резолюции ООН делегирующей им полномочия на агрессию против Ирака когда в начале марта 2003 года стало ясно что никакой резолюции им не дождаться власти этих двух стран и кое-кто из их союзников решили вторгнуться в Ирак и свергнуть режим Саддама Хусейна без санкции ООН Вторая война в Персидском заливе в марте апреля 2003 года продлилась только 21 день но в начале 21 века именно она считалась главным событием в международных отношениях это закончилось вполне предсказуемым разгромом армии Ирака свержением режима Саддама Хусейна судом над ним и исполнением смертного приговора но она к тому же вызвала новые трещины мировой политики с трудом подающиеся устранению и затяжное сопротивление во многих районах Ирака тому что воспринималось как иностранная оккупация в Европе власти Франции Германии и России выступили с осуждением вторжения в Ирак и со всей ясностью высказались против него китайцы осудили его как неприкрытое нарушение международного права НАТО оказалось в своем самом глубоком после холодной войны тупике участники никак не могли договориться поддержать ли вторжение в Ирак или осудить а администрация США осталась лишь с новыми верными восточноевропейскими союзниками но самый большой ущерб был нанесен концепции нового мирового устройства после холодной войны в котором консультации между великими державами и многосторонние действия должны прийти на смену международной конфронтации генеральный секретарь ООН Ганец Кофи Анан ради назначения которого американцы тяжело поработали заявил на весь мир что действия американцев и британцев в Ираке выходят за рамки международного права его и многих других деятелей международной политики на самом деле обеспокоило совсем не пылкое стремление Буша избавиться от Саддама Хусейна а то что начнет происходить повсеместно когда правители остальных стран воспылают решимостью посчитаться со своими врагами когда администрация величайшей державы на планете создала прецедент самочинных действий Буш и Блэр могли избежать критики доставшейся им после вторжения их вооруженных сил в Ирак если бы оккупация была более тщательно спланирована а так некоторые районы Ирака после краха режима когда предоставление основных государственных услуг остановилось а хозяйство развалилось погрузились в анархию грабежи и беззаконие получили широкое распространение в течение многих месяцев после того как иракцы не без помощи американского танкиста свалили статую Саддама Хусейна в центре Багдада при том что отношениями между основными этническими и религиозными группами в Ираке было сложно заниматься представителем любой власти после Саддама Хусейна воспламенению ситуации способствовало отсутствие элементарного порядка и экономическая неразбериха мусульмане шииты составляющие большинство населения Ирака но долгое время находившиеся в подчиненном положении у по большому счету суннитского руководства прежнего режима партии Баас потянулись за указаниями как жить дальше к своим религиозным наставникам многие из которых хотели основать исламское государство подобное тому что существует в Иране между тем в суннитских провинциях страны начались многочисленные восстания движущей силой которых выступали одновременно сторонники Саддама Хусейна и чем дальше тем больше исламисты сунниты из Ирака и остальных арабских стран новые иракские власти в виде слабого коалиционного правительства где главная роль предназначалась шиитам оставались в полной зависимости от военной поддержки Вашингтона в то время как в курдской северной части страны формировались свои собственные государственные учреждения не подчиняющиеся Багдаду К окончанию холодной войны администрация США откровенно взяла на себя роль мирового гегемона появившуюся впервые в истории Первые попытки осуществления такой гегемонии выглядели по меньшей мере неуклюжими После гибели неповинных людей 11 сентября 2001 года американцы встали на путь приведший их к отчуждению со стороны многих их друзей и к войне которую казалось невозможно победоносно завершить и с которой невозможно достойно выйти В результате вскоре после переизбрания в 2004 году Джордж Буш младший пользовался у народа еще меньшей популярностью чем любой другой президент на памяти живущих кроме Дичарда Никсона когда тот столкнулся с неизбежностью импичмента но несмотря на то что вторжение в Ирак затеяли во времена президента Джорджа Буша и премьер-министра Тони Блэра найдется совсем мало политиков способных предложить более толковые варианты использования американской мощи в мире после холодной войны сами американцы разделились на тех кто видел в уроке Ирака повод для укрепления изоляционизма и тех кто выступал в пользу расширения многосторонности подходов но особенно важно то что в мире при всем осуждении последствий своевольных действий американцев мало кто предлагал что-то толковое на случай разрешения сложных ситуаций глобального звучания в конце эпохи после окончания холодной войны народа региона в котором родилась западная цивилизация ждал еще один радикальный поворот в их длинной истории мрачная судьба названных гостей захватчиков месопотамии ничего нового не представляла однако глобальное доминирование одной страны представлялось совершенно очевидным соединенные штаты несомненно обладали мощью для переустройства международных отношений но кто знал после завершения эпохи Бушей как этой мощью пользоваться во благо итоги выборов в США в 2008 году рассматриваются как выразительный отказ от политики проводившейся в жизнь в годы Бушей даже кандидат от республиканской партии нашел в свершениях бывшего президента совсем немного из того что следовало хвалить но самым замечательным исходом тех выборов можно назвать то что активисты демократической партии назначили своим знаменосцем темнокожего американца Барака Обаму суть послания Обамы нации состояла в том чтобы вернуть американцам надежду на статус преобразователей не только своей жизни но и условий существования на международном уровне он отрекся от политики вмешательства в дела иностранных государств первого десятилетия двадцать первого века и объявил что при его администрации Соединенные Штаты будут пользоваться военной силой в глобальном масштабе исключительно в сотрудничестве с другими странами популярность Обамы у него на родине и за ее пределами изначально досталась ему как президенту точнее всех уловившему дух эпохи после Джона Кеннеди а его блестяще составленные речи обещали перемены пусть даже зачастую весьма невнятного очертания но способности к коренным переменам Обама не проявил не в последнюю очередь потому что он унаследовал от своего предшественника глубочайший глобальный экономический кризис невиданный с времен Великой депрессии 1930-х годов экономика в целом ляде стран в конце 1990-х годов уже намекала на серьезную утрату стабильности во времена азиатского банковского краха или российского капитализма с душком и горного дома из-за которого к началу первого десятилетия 21-го века подавляющее большинство ее народа сожалело об ушедшей стабильности советской поры самих США банкротство одной из крупнейших энергетических компаний этой страны Enron в 2001 году и главное двух главных находившихся на содержании правительства ипотечных компаний летом 2008 года должно было прозвучать тревожным набатом обращающим внимание на основные опаснейшие принципы функционирования рынка но с учетом того как завершилась холодная война и всепобеждающей власти свободного рынка который принес с собой ряд радикальных идей основные регулирующие его функционирование механизмы были отброшены в сторону западная система застыла на краю пропасти а подтолкнул в бездну спада пузырь цен на недвижимость в Соединенных Штатах Америки банкиры и покупатели вели себя так будто цены на жилье будут расти вечно а процентные ставки навсегда останутся на поразительно низком уровне малейшая корректировка ставок в 2007 году вызвала снижение цен на недвижимость многие покупатели больше не могли позволить себе повышенные платежи по заложенному имуществу и вынуждались его продать тем самым провоцируя непозволительно крутое падение цен на недвижимость по всей стране в некоторых областях таких как Флорида цены падали на 70% банкиров выдававших дешевые кредиты под низкую норму доходности такой поворот очень расстроил главная беда заключалась в том что подавляющее большинство банкиров прямо или косвенно соблазнились так называемой субстандартной ипотекой то есть выдавали кредиты которые заемщик мог вернуть исключительно при самых благоприятных для себя обстоятельствах сочетание чрезмерного риска взятого на себя заемщиками и банкирами в равной степени в первом десятилетии 21 века послужило источником финансового кризиса масштаба невиданного на протяжении жизни практически трех поколений американцев в сентябре 2008 года обанкротился четвертый по величине американский инвестиционный банк Лемон Бразес задолжавший клиентам 750 миллиардов долларов США даже при том что активов этого банка вполне хватало для покрытия главной части долга его крах вызвал цепную реакцию на финансовых рынках из-за которой стоимость акций на одном американском индексе за год и пять месяцев должна была упасть более чем на 50% президенту обами приведенному к присяге в январе 2009 года пришлось отложить на потом все свои остальные приоритетные дела чтобы заняться финансовым кризисом угрожавшим мировой депрессии сочетанием федеральных финансовых стимулов то есть главным образом печатание денег и целевого планирования государственных расходов удалось для начала предотвратить худшее с точки зрения непосредственных последствий для промышленности и общества правительство Соединенных Штатов и остальных стран также принудили владельцев слабых банков к рекапитализации своих предприятий фактически либо к скупке государством либо к приобретению другими банками но общественное доверие к финансовому рынку подверглось мощной раскачке а кредит стали выдавать с большим скрипом финансовый кризис подпитываемый потребительской нерешительностью и непредсказуемостью фондового рынка продолжал преподносить новые сюрпризы уже в 2011 году безработица в Северной Америке и Европе остановилась на весьма высоком уровне в Испании она оценивалась в 20% в Ирландии в 15% и в 9% в Соединенных Штатах до уровня Великой Депрессии было еще далеко но они считались признаками рецессии невероятной продолжительности и глубины в народе возникли сомнения а не считать ли все это еще и признаком более глубоких изменений таких как появление структурных слабостей в капиталистической системе или глобального перемещения богатства и мощи с запада на восток никто не сомневался разве что в отсутствии необходимого государственного регулирования и чрезмерном увлечении рискованными сделками ставших причиной провала громадной глубины который народ не сможет просто так воспринять как игру всесильного рока в Европе политические последствия выглядели ужасными из-за громадной государственной задолженности пали правительства от Ирландии до Греции и на протяжении некоторого времени сомнению подвергалось само существование зоны евро британское лейбористское правительство в 2010 году сменила шаткая коалиция консерваторов с либеральными демократами объявивших самую масштабную со времен второй мировой войны государственную программу жесткой экономии но если народ винил во всех грехах власти банкиров он винил еще больше причинами финансового тупика он видел откровенные спекуляции а также безответственность уполномоченных лиц мало кому пришло на ум задаться вполне логичным вопросом на самом ли деле сложности международных финансов к настоящему времени настолько велики что никто до сих пор не смог понять эту систему в целом в конце то концов человеческий рассудок развивался ради весьма разнообразных применений а не только с целью исследования торговым алгоритмам на фондовом рынке тук смутился бы даже сам великий арабский математик Аль-Хорезми те кто верил будто этот кризис служил неким признаком устойчивой тенденции ведущей к повышению важности Азии в человеческих отношениях получили повод повеселиться Китай вроде бы преодолевал кризис с намного меньшими издержками по сравнению с Западом а мощнейшее японское землетрясение и цунами 2011 года из-за которых погибло как минимум 16 тысяч человек сильнее сказались на экономике восточно-азиатских стран чем кризис поразивший практически всю остальную часть планеты на Западе считали что весь североатлантический мир жил непосредством экономика его стран все больше утрачивала конкурентоспособность перед государствами Азии и теперь им нечем было рассчитываться по чрезмерным долгам в полном смысле этого слова но при всей справедливости описание такой перспективы представляется слишком примитивным подход к установлению истинных причин и реальных последствий кризиса 2008 года факт состоит в том что мир приобрел повышенную взаимозависимость производителей и потребителей творцов инструментов и идей и тех кому они предназначаются чтобы кризис в одном уголке планеты прошел незамеченным во всем мире Азия может демонстрировать головокружительные темпы прогресса но теперь ее судьба будет в большой степени зависеть от всего того что происходит буквально повсюду взаимосвязь народов в новейшей истории в полной мере проявилась весной 2011 года когда в арабском мире совершенно неожиданно начались громадные изменения как и при практически всех великих революциях детонатором этих изменений послужило событие в общем-то мелкое но имеющее огромное значение для миллионов участников в небольшом тунисском городе Сиди-Бузид на краю пустыни некий молодой продавец фруктов пришел в отчаяние когда местные чиновники реквизировали его тележку и побили его за попытку протеста по поводу произвола властей этот молодой человек облил себя бензином и поджег на площади перед зданием канцелярии губернатора ужасная смерть Мохаммеда Буазизи так звали юношу стала поводом для массовых выступлений по всему городу демонстрации протеста перекинулись на остальные города Туниса к концу января диктатор Туниса находившийся у власти на протяжении двадцати трех лет бежал за границу а изгнавший его народ приступил к проведению демократических реформ не виданных до сих пор в арабском мире так называемая так называемая арабская весна переросла в организованное протесты недовольных диктатурой попранием прав человека растлением чиновников хозяйственным спадом молодежной безработицы и повальной нищетой народа во всем арабском мире то как все начиналось говорило само за себя прежде всего в массовом движении выражался протест по поводу пренебрежения судьбой молодежи оружием его участников был главным образом мирный протест по крайней мере сначала но когда диктаторы воспротивились переменам вспыхнули восстания в самом густонаселенном арабском государстве Египте считающимся многими арабами центром их культуры молодые люди заполонившие центральную площадь Каира в феврале 2011 года отстранили от власти президента Мубарака управлявшего своей страной на протяжении 30 лет создавалось такое впечатление что изменения в бурлящем арабском мире не будет конца толпа заставила уйти в отставку президента Йемена короли Марокко и Иордании согласились на постепенное введение полной демократии а в Ливии дольше всех остальных находившихся у власти диктатор Муаммар Каддафи совершил ошибку в своей оценке общественных настроений до такой степени что его не только отстранили от власти но выследили и зверски убили в октябре 2011 года перемены мятежников многие мятежников многие из которых принадлежали к исламистам от гнева диктатора который запоздало в момент просветления предложил свою помощь европейцам в борьбе против так называемых террористов поскольку президент Барак Обама вывел оккупационные войска из Ирака и Афганистана потому что администрация США больше не могла нести такое бремя всем показалось будто мусульманский мир во всем его спектре пришел в движение главаря террористической группы совершившей диверсию 11 сентября 2001 года Бен Ладена застрелили в ходе операции спецназа США на территории Пакистана в мае 2011 года в то время как миллионы молодых мусульман требовали на улицах демократии и уважения к человеку история иногда движется путями предвидеть которые не дано но параллельно стагнации в арабском мире на планете существовали еще более неподатливые проблемы на острове в Калибском море под названием Гаити где Колумб основал первое европейское поселение в Америке в 2010 году случилось разрушительное землетрясение после которого столица и прилегающие области лежали в развалинах около четверти миллиона человек тогда погибли но в отличие от Японии усилия по ликвидации последствий принесли мало облегчения гаитянскому населению даже несмотря на пожертвования одними только американскими организациями по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий без малого двух миллионов долларов при том что сообщения о землетрясении и его последствиях на Гаити прошли по каналам всех международных информационных агентств в первый раз принесенные им беды новостью ни для кого не стали эта страна с ВВП на душу населения 667 долларов США считается самой бедной в западном полушарии практически вся верхушка государства предпочитает проводить свое время в Соединенных Штатах в двух часах лета от столицы Порто-Пренс где ВВП на душу населения составляет 47,6 тысячи долларов билет на самолет экономического класса на этот рейс стоит около 300 долларов то есть примерно половину средней ежегодной заработной платы на Гаити проблемы народа Гаити заключаются в повальной нищете и в опиющем социальном неравенстве и первой среди многих причин нищеты следует назвать неграмотность и отсутствие производственно-технической базы свою пагубную роль играет и политический застой но стал ли он побочным продуктом разложения верхушки или все наоборот утверждать трудно ясным остается одно никакая помощь мирового сообщества как таковая не может ликвидировать проблемы Гаити любые позитивные преобразования на этом острове и где угодно еще с подобными проблемами должны происходить изнутри но на вопрос как разорвать порочный круг страдания ответить очень трудно особенно когда речь идет о стране пораженной недугом нищеты а младенческая смертность выглядит ужасной 90 младенцев на тысячу живорожденных в Канаде этот показатель оценивается в 5 на тысячу народу Гаити суждено страдать дальше под властью президента Мишеля Мартеи больше известного как сладкий Микки то есть исполнитель мелодий стили компа рассчитывать на то что проблемы Гаити рассосутся сами по себе в обозримом будущем не приходится создается впечатление что ход истории подчас замедляется в тот момент когда его ускорение больше всего желательно для перемен но если история нас чему-то учит так это простой истине заключающейся в том что перспектива для перемен существует всегда даже в самых темных уголках Глава шестая Всемирная история Череда событий описанная в нашей книге не имеет конца какой бы драматичной и разрозненной не казалась нам история мира ее нельзя укорачивать и втискивать строгие хронологические рамки завершение годом на котором историк останавливает свое повествование выглядит простой формальностью ему нечего сказать о будущем исторических процессов идущих полным ходом и поэтому он прекращает рассказ поскольку история представляет собой то что важно для одного поколения и ничего не значит для другого недавнее событие приобретут новое значение а нынешние примеры потеряют свои ясные очертания по мере того как люди будут снова и снова размышлять над тем что создало тот мир в котором они живут даже за считанные месяцы нынешние суждения о том что представляется важным начнут казаться странными настолько быстро могут развиваться события представить себе перспективу становится все труднее и труднее это совсем не означает что летопись следует считать чем-то наподобие набора фактов или просто последовательностью событий непрерывно проходящих перед глазами как изображение в калейдоскопе различные тенденции силы действуют на протяжении длительных периодов времени и на широких пространствах по самому большому счету получается выделить три такие взаимосвязанные тенденции постепенное ускорение изменений укрепляющееся единство человеческого опыта и повышение способности человека в распоряжении окружающей средой в наши дни впервые стало возможным взглянуть на по-настоящему единую всемирную историю откровенно говоря словосочетание единый мир по-прежнему считается не больше чем жаргонизмом при всем идеализме тех кто использовал его первыми вокруг нас наблюдается слишком много конфликтов и споров и ни в одном прежнем веке не случалось столько насилия как в двадцатом столетии политика этого века обошлась человечеству дорого и принесла много опасностей даже когда они не переходили в откровенное вооруженное противостояние как это со всей ясностью показала холодная война и теперь уже в новом столетии все еще наблюдается линии раскола существование организации объединенных наций по иронии судьбы пусть даже не настолько надежно как 50 лет назад по-прежнему основывается на теоретическом фундаменте распределения земной суши на территории принадлежащей почти двумстам суверенным государством ожесточенные схватки на Балканах в Бирме или Руанде все еще могут возобновиться и простодушие с каким многие политики хотели бы утверждать возможность столкновения исламской и западной цивилизаций лежит в плоскости полудюжины способов этнического раскола даже в таких исламских странах как Афганистан очень и очень многое можно сказать все по тому же поводу все-таки совсем не факт будто человечество теперь не объединяет нечто большее чем его объединяло когда-либо в прошлом человечество существует в условиях подвижного единства своей государственной деятельности власти практически по всей планете ориентируется на изначально христианское летоисчисление модернизация подразумевает растущую общность целей столкновения носителей разной культуры случаются часто но в прошлом они выглядели более выпуклыми на повседневном уровне личного опыта миллионы людей сплачивает многое если общество объединяет ориентиры тогда в нашем мире этих ориентиров стало больше чем когда-либо прежде даже если как это не парадоксально люди наиболее остро чувствуют различия между ними в их ежедневном общении прежде жители соседних деревень общались на заметно разных диалектах за всю свою жизнь они практически не покидали своих домов и не удалялись от них больше чем на 20 километров даже их одежда и утварь по своей форме и производству служили свидетельством больших отличий в технике изготовления стиле у них были разные обычаи важные проблемы своего бытия они разрешали по-разному великие физические этнические и языковые различия прошлого было намного труднее преодолеть тогда чем сегодня подверглись усовершенствованию разнообразные связи произошло распространение английского языка как глобального лингва франка среди образованного сословия образование приобрело массовый характер массового масштаба достигло производства необходимых в повседневной жизни предметов материальной культуры и так далее путешественник в некоторых странах может все еще увидеть экзотическую или незнакомую одежду но больше народу на практически всей планете теперь одевается более или менее одинаково а не так как было когда-либо прежде килты кафтаны кимоно превращаются в сувениры для туристов или тщательно хранимые реликвии идеализированного прошлого тогда как в некоторых областях традиционная одежда воспринимается приезжими людьми как признак бедности и отсталости усилия представителей нескольких сознательно консервативных и националистических режимов цепляющихся за символы прошлого служат только подтверждением такого вывода иранские революционеры снова одевают своих женщин в чадру в силу того что прекрасно ощущают как напирающие снаружи новшества мира пагубно влияют на традиционную нравственность и их видение традиции Петр Великой приказал своим придворным переодеться в западноевропейскую одежду а Ататюрк запретил туркам носить феску тем самым они объявили о переориентации на прогрессивную передовую культуру и символическом шаге к новому будущему однако появившееся в наше время основание для обмена опытом представляется всего лишь вторичным последствием любого сознательного свершения быть может именно поэтому на него не обратили внимание историки и сложилась такая тенденция что он не вызывает у них живого интереса к тому же за относительно короткий промежуток времени миллионы мужчин и женщин как носителей различных вариантов культуры в определенной степени освободились например от диктата климатических различий за счет внедрения электричества кондиционирования воздуха и доступности медицины жители городов во всем мире теперь считают само собой разумеющимся уличное освещение и светофоры на перекрестках наличие сотрудников правопорядка на своих постах оплачивают покупки в торговых центрах через банки часто одинаковые товары можно купить в этих торговых заведениях открытых в большинстве стран соответствующее время японцы теперь продают рождественские пироги механики не понимающие языка друг друга обслуживают автомобили тех же самых марок в разных странах планеты легковые автомобили повсеместно стали доставлять головную боль жители сельских районов в некоторых местах все еще избегают неприятных сопутствующих обстоятельств современной жизни но в больших городах в которых впервые в истории человечества насчитывается больше населения чем в сельских районах жители страдают в полной мере причем миллионы горожан объединяют одни и те же беды нищета экономическая неустроенность и лишение безотносительно различий в их происхождении будь то мусульмане индусы и христиане посещают ли они мечети индуистские храмы или церкви в Каире Калькутте и Рио-де-Жанейро встречается практически одинаковая нищета а для кого-то роскошная жизнь сегодня гораздо проще делить с соседом многие беды общение народов ставшее возможным благодаря развитию современных транспортных средств как никогда облегчило передачу заразных болезней тем более что от былого иммунитета ничего не осталось спид теперь появился на всех континентах кроме возможно Антарктиды и нам говорят что он убивает около шести тысяч человек в день всего лишь немного веков назад человек путешествующий из имперского Рима до столицы династии Хань города Лоян обнаружил бы намного больше контрастов чем нынешний турист фасон одежды богатых и бедных людей а также материал для нее очень отличались от того что этот путешественник знал блюда которые ему предлагали отведать казались необычными на улицах городов он мог видеть домашний скот неизвестных ему пород солдат оснащенных оружием и доспехами все выглядело совсем иначе чем то что он оставил позади даже тачки там собирали незнакомой конструкции современный американец или европеец в Пекине или Шанхае увидит мало удивительного для него даже в сельской местности остающийся еще во многих отношениях очень консервативной если он выберет китайскую кухню по собственному желанию блюда ему покажутся экзотическими но китайский авиалайнер не отличить от воздушных судов других стран а молодые китаянки носят чулки в крупную сетку еще совсем недавно китайские океанские джонки выглядели непохожими на современные им европейские когги или каравеллы общие реалии материального бытия способствовали становлению общих интеллектуальных вех и предположений информация и массовое развлечение теперь производятся для глобального потребления популярные коллективы музыкантов совершают поездку по миру как трубадуры хотя с большей легкостью и удобством чем последние путешествовавшие по средневековой европе с исполнением своих песен и представлений в разных странах молодые люди с особой надеждой покидают свои родные места с их единственным в своем роде стилем жизни привязывающим их к остальным молодым людям и отправляются куда подальше если у них в карманах заводится свободная наличность и теперь их насчитываются сотни миллионов человек те же самые кинокартины дублированные и снабженные субтитрами демонстрируют во всем мире по каналам телевидения и они вызывают у зрителей одинаковые фантазии и мечты на еще одном сознательно предназначенном для того уровне язык демократии и концепции прав человека теперь мобилизован ради более широкого чем когда-либо раньше как минимум на устном уровне пользования западными понятиями об устройстве общественной жизни какими бы намерениями ни руководствовались правительства и работники СМИ они чувствуют что должны донести до публики свою веру в некую версию демократии власти закона прав человека равенство полов и много чего еще кое-когда тем не менее происходит пренеприятная встряска срывающая маску лицемерия оголяющее скрываемое нравственное несогласие или бунт культур которые все еще сохраняют стойкость к изменениям традиций и чувствований справедливо отметить что миллионы человек все еще населяют деревни изо всех сил пытаются зарабатывать на жизнь в высшей степени консервативных общинах с помощью традиционного инвентаря и приемов труда тогда как бросающееся в глаза неравенство между жизнью в богатых и бедных странах затмевают любые различия существовавшие в прошлом богатые теперь выглядят более богатыми чем когда-либо в прошлом и их стало больше в то время как тысячу лет назад все сообщества людей по современным меркам влачили нищенское существование тем самым как минимум с точки зрения такой всеобщей нищеты они чувствовали себя ближе друг к другу в их повседневной жизни чем сегодня разделенная по признаку материальной состоятельности сама трудность в добывании хлеба насущного и уязвимость человеческой жизни перед таинственными непримиримыми силами косившими людей как траву представлялись общими условиями для всех мужчин и женщин без различия на каком бы языке они не общались и каким символом веры не поклонялись теперь большая часть человечества живет в странах со средним годовым доходом на душу населения больше трех тысяч долларов США то есть выше уровня государств называемых в ООН странами со средним доходом населения но даже внутри таких стран большинство народа зарабатывает меньше одной десятой названной выше суммы в год и даже среди нищих наблюдаются колоссальные различия такие расхождения в положении людей считаются относительно недавними творениями некой мимолетной исторической эпохи нам больше не стоит исходить из предположения будто они просуществуют долго ведь исчезнуть они тоже могут легко и быстро представители ведущих сословий и правящей верхушки даже в самых бедных странах на протяжении по крайней мере целого столетия выход из проблем видели в том или ином варианте модернизации общества своими устремлениями они как кажется подтверждают вездесущее влияние цивилизации изначально считавшейся европейской кто-то утверждал будто модернизация требует всего лишь внедрения новой техники а более фундаментальное понятие веры государственных атрибутов и отношений остаются определяющими факторами социального поведения но при этом они обходили вопросы как материальные обстоятельства служат преданию очертаний культуре множатся доказательства того что конкретные изначальные идеи и общественные атрибуты а также предметы и приемы материальной культуры уже становятся достоянием всего человечества какой бы практический результат не давало принятие таких документов как декларация организации объединенных наций по правам человека интерес проявленный к их составлению и подписанию выглядел показательным живым даже при том что некоторые подписавшиеся под ним правители совсем не собирались их уважать такие принципы оказываются позаимствованными из западноевропейской традиции а считаем ли мы такую традицию корыстолюбивой репрессивной жестокой эксплуататорской или объективно облагораживающей благотворной гуманной это непростой вопрос цивилизации ацтеков и инков пали перед цивилизацией испанцев позже индийская и китайская цивилизации едва устояли перед цивилизацией франков такие реляции можно назвать как справедливыми так и не совсем верными но самими фактами не приходится ни восхищаться ни возмущаться они подтверждают непреложную истину того что Европа послужила переиначиванию старого и сотворению нового мира некоторые так называемые западные представления и атрибуты заимствовавшиеся непосредственно у Европы на чужой почве часто отторгались или приживались с большим трудом отношение к женщинам отличается на радость или беду сказать не беремся в исламских и христианских обществах так ведь отношение к ним точно такое же разное во всех исламских обществах существующих в наше время или во всех остальных обществах которые можно назвать так сказать западными индийцы до сих пор прислушиваются к астрологам помогающим в назначении дня свадьбы тогда как англичане могут сказать что для них намного важнее расписание поездов если они владеют достоверной информацией об их движении или прогноз погоды который они считают научно обоснованным носители отличающихся традиций по разному используют даже технику и идеи японский капитализм развивался иначе по сравнению с капитализмом британским и любое объяснение их отличия должно лежать глубоко в самости истории двух этих народов сходной в некоторых отношениях как у островитян например не знавших вторжения врагов на их территорию однако ни одна другая традиция не выглядит такой мощной и чарующей во враждебном окружении как традиция европейцев они не знали соперников в деле формирования мира об этом можно судить по ее самым наглядным проявлениям в виде алчности к материальным благам и ненасытности ими сообщество людей когда-то строившееся на представлениях о том что материальное благо не главное а стремиться следует к нравственному самосовершенствованию целью для себя теперь восприняли погоню за безграничным материальным благополучием заблуждение о том что желанное изменение как таковое возможно само по себе глубоко губительно как и иллюзия того что здесь следует искать путь к счастью большое количество народу в наши дни прекрасно осознало что на протяжении их жизни многое в мире изменилось и у них возникло такое чувство что все может и будет меняться дальше только к лучшему крупным психологическим преобразованием можно назвать широкое распространение и безусловность если не слишком вдаваться в размышления согласия с тем что человеческие проблемы в принципе разрешимы или по крайней мере их можно как-то обойти такое трудно было предвидеть тем более сформулировать даже европейцам каких-то пару столетий назад при том что на протяжении практически всей своей жизни миллионы человеческих существ редко задумываются над своим будущим с глубоким страхом и сожалением и то для этого им требуется собраться с духом чтобы взглянуть на него вообще так как кое-кто все еще голодает но в условиях обычного хода событий в наши дни гораздо меньше народу страдает от голода чем прежде и особой угрозы голода на нашей планете не наблюдается больше народу чем когда-либо до нашего времени воспринимает само собой разумеющимся то что им никогда не придется познакомиться с настоящей нуждой меньшее но все еще огромное число людей с большой легкостью верит в то что их жизнь будет только улучшаться а некоторые не сомневаются что так и должно быть такое изменение взгляда на будущее конечно же наиболее очевидно касается богатых сообществ которые в наше время потребляют намного больше ресурсов планеты чем богатые люди могли позволить себе еще совсем немного десятилетий назад в западном мире с его относительным меньшинством малоимущих и низших слоев общества большинство народу сейчас относится в этом смысле к богачам каких-то лет двести тому назад типичный англичанин вряд ли смог бы за всю жизнь отойти от места где родился больше чем на несколько миль и то разве что на своих ногах лет сто пятьдесят тому назад даже на чистую питьевую воду он мог рассчитывать далеко не всегда лет сто назад он все еще вполне реально мог получить увечья или вообще погибнуть из-за обычного в то время несчастного случая а также недуга средства для лечения которого он не знал или его просто не существовало и выхаживать его никто бы не стал в это время многие ему подобные и его родственники питались скудно недостаточно и жили впроголось оставим без комментария разнообразие и аппетитный вид блюд а теперь так питаются только нищие подданные соединенного королевства годам к пятидесяти или шестидесяти если вообще удавалось дожить британцев ждала болезненная нищая старость практически то же самое можно сказать об остальных европейцах североамериканцах жителях Австралазии японцах и многих других народах теперь миллионы даже самых бедных жителей планеты могут поискать возможности изменить судьбу к лучшему более важным моментом стоит назвать то что кое-кто все еще верит в целесообразность стремления к таким изменениям способствует им и фактически их осуществляет так говорили им их политики теперь всем видно что народы и правительства в глубине души считали само собой разумеющейся возможность решения конкретных проблем их бытия и существования их общества многие идут дальше и поэтому чувствуют что так оно и будет по логике вещей ничто нельзя считать само собой разумеющимся мы вполне можем приближаться к истощению запасов дешевого ископаемого топлива и изобильного потребления пресной воды к тому же у нас имеются все основания скептически относиться к переустройству нашего мира ради увеличения суммарного объема человеческого счастья когда мы вспоминаем некоторые попытки предпринимавшиеся в двадцатом веке в области прикладной социологии о суеверии и сектанстве об упорной страсти к морализаторству и племенных привязанностях которые все еще обходятся большими страданиями и кровью как бы то ни было в наши дни больше народу ведет себя так будто с большинством их проблем в принципе можно справиться так проявляет себя революция в человеческом отношении к жизни несомненно его глубочайшее происхождение можно проследить в очень далеких доисторических тысячелетиях когда человек медленно приобретал способность овладения природой когда предшественники человека учились пользоваться огнем или обращаться с куском кремня с заостренным краем абстрактное представление о том что овладение такими приемами возможно сформировалось намного позже и сначала как предвидение их применения всего лишь на ограниченных решающих этапах и в определенных культурных зонах но теперь такое представление широко распространилось оно признано во всем мире современный человек считает само собой разумеющимся то что повсюду люди должны задаться таким вопросом почему порядок вещей остается прежним когда его совершенно очевидно можно улучшить так выглядит одна из величайших трансформаций во всей истории наиболее очевидное основание для перемен возникли в силу нараставшей за последние несколько веков способности человечества повелевать материальным миром инструментами для этого его обеспечивала наука теперь она может предоставить человечеству гораздо больше средств чем когда-либо в прошлом мы стоим на пороге эпохи сулящей большие достижения и угрозы с точки зрения попыток подчинения природы на более фундаментальном чем прежде уровне например посредством генной инженерии быть может перед нами открывается мир в котором люди получат право на приведение в порядок своего личного будущего уже можно вообразить себе возможность планирования генетического оформления потомков и покупки себе опыта прямо с прилавка так как появляются информационные технологии позволяющие сотворение виртуальной реальности отличающиеся от действительности своим повышенным совершенством может случиться так что люди если только захотят будут существовать дольше своей сознательной жизни сконструированных ими мирах а не жить обычными биологическими ощущениями такого рода пустопорожные рассуждения могут вызвать большое замешательство в конце то концов они несут себе мощный потенциал для нарушения заведенного порядка и покоя в обществе чем заниматься пустословием по поводу того что может произойти или чего произойти не должно лучше пристальнее вглядеться в историю и отыскать то что уже послужило изменению среды обитания человечества в прошлом повышение материального благополучия например повлекло за собой преобразование политики не только в силу изменения ожиданий но и появление новых обстоятельств при которых политики должны принимать решения относительно способа функционирования учреждений делегирования властных полномочий в обществе совсем в немногих сообществах нашего времени религия играет ту же роль которая ей когда-то отводилась деятели науки не только в громадной степени увеличили набор человеческих знаний как инструментов воздействия на природу но к тому же преобразовали на уровне повседневной жизни окружающие людей предметы без которых миллионы человек не представляют себе жизни за последнее столетие научно-технический прогресс во многом обеспечил львиную долю громадного прироста народонаселения планеты коренные изменения в отношениях между странами подъем и спад в целых секторах мировой экономики объединение всего мира сетями практически мгновенной электрической связи и еще многие наиболее потрясающие изменения и все что за прошлое столетие было сделано или не сделано для политической демократии все это спасибо науке принесло великое расширение практических свобод в подавляющем большинстве западное по своему современному происхождению хотя зачастую вырастающие на азиатских корнях воплощение научного знания самой передовой техники моментально приобретает планетарный масштаб в своем применении только лишь среди руководства интеллектуальных кругов наиболее богатых сообществ появилась оговорка по поводу уверенности очевидно и едва и оспариваемой до 1960 годов в человеческой способности подчинять себе этот мир через науку и технику а не скажем посредством магии или религии и тем самым удовлетворять человеческие потребности такая оговорка может касаться намного большего в нашем мире нам теперь известно гораздо больше о хрупкости окружающей нас среды и ее подверженности изменениям к худшему нам стало известно что не все очевидные блага добытые путем покорения природы достаются без ущерба для нее что некоторые из благ могут даже повлечь за собой пугающие последствия и главное мы до сих пор не располагаем социальными и политическими навыками а также структурами гарантирующими человечеству безопасное для него применение добытых им знаний совсем недавно началось обсуждение государственной политики предусматривающей должный учет многих проистекающих отсюда проблем наиболее заслуживающее внимание из которых можно назвать экологическими то есть загрязнение окружающей среды эрозия почвы истощение источников пресной воды исчезновение видов животных и вырубка лесных массивов и это только самые кричащие итоги человеческой деятельности обеспокоенность всем этим просматривается в том внимании которое уделяется в последние годы проблеме так называемого глобального потепления представляющей собой повышение средних температур на поверхности планеты которое происходит как считается из-за изменений в атмосфере а также в стратосфере и сказывается на норме рассеивания солнечного тепла и потери этого тепла такие факты сами по себе до недавнего времени все еще вызывали споры но в 1990 году на конференции ООН в Женеве ее делегаты признали что глобальное потепление на самом деле представляет растущую опасность и что оно по большому счету вызвано скоплением в атмосфере газов поступающих из труб промышленных предприятий делегаты той конференции сошлись на том что за сотню лет не заметное увеличение средней температуры на нашей планете климат на самом деле изменялся быстрее чем когда-либо начиная с последнего ледникового периода в настоящее время авторитетные ученые пришли к единому мнению что основным фактором глобального потепления следует считать промышленную деятельность человека продолжают поступать аргументы в подтверждении вероятного темпа дальнейшего потепления и его возможных последствий в пример приводят повышение уровня океана и параллельно началась работа по подготовке рамочной конвенции о рукотворном изменении климата которая завершилась к 1992 году своей основной целью ее авторы ставили стабилизацию к 2000 году уровня эмиссии парниковых газов на показателях года 1990 1997 году в Киото этот документ удалось превратить в нормативно-правовое соглашение которым устанавливались квоты эмиссии всех основных парниковых как их тогда называли газов им определялись уровни сокращения объемов выброса вредных веществ в атмосферу и назначались соответствующие сроки главное бремя выполнение которых возлагалось на промышленно развитые страны на текущий момент киотский протокол дающий призрачную надежду на спасение планеты ратифицировали власти 191 страны однако американцы подписываться под данным протоколом пока отказываются да и цель правителей стран подписавших договор выглядит весьма скромной удержать будущее глобальное потепление на уровне меньше 2 градусов по Цельсию по отношению к глобальной средней температуре между тем признаки пагубных последствий рукотворного изменения климата продолжают множиться и уже предпринимаются первые попытки отыскать юридические средства компенсации ущерба нанесенного планете из-за наводнений двух десятилетий или около того едва ли достаточно чтобы найти политически приемлемое решение проблемы такого масштаба кажется нет ни малейшей причины предполагать что ситуация не ухудшится прежде чем начнет выправляться но куда важнее то что все говорят о возможности нахождения решения проблемы планетарного потепления вера человечества в науку в конце то концов основана на реальных ее достижениях а не на пустой иллюзии даже если такая вера теперь обоснована то выходит наука достигла таких вершин что мы получили больше знаний позволяющих на нее рассчитывать у нас имеются все основания говорить о том что человечество смогло спровоцировать множество необратимых изменений с тех пор как успешно вытеснило крупных млекопитающих из их доисторических сред обитания и если следовательно теперь перед ним возникли некоторые серьезные проблемы то человечество располагает набором инструментов явно себя не исчерпавшим человечество столкнулось с вызовами ледниковых периодов оснащенная примитивными ресурсами как интеллектуальными так и техническими и в высшей степени усовершенствованными к периоду изменения климата на планете сегодня если вмешательство в природу привело к появлению новых стойких к препаратам мутировавших бактерий произошедшему посредством естественного отбора в измененной нами же окружающей среде исследования по борьбе с ними только продолжатся более того случись так что новое доказательство и соображение заставят человечество отказаться от гипотезы согласно которой глобальное потепление считается по большому счету рукотворным явлением то есть если скажем окажется так что силы природы не зависящие от воли или деятельности человека такие как вызвавшие великие ледниковые периоды доисторических времен решают нашу судьбу то мы применим науку и справимся со всеми предназначенными нам испытаниями даже необратимые изменения сами по себе не гарантируют непосредственного отказа от веры в способность рода человеческого вытащить себя в конечном счете из творившихся на него трудностей хотя возможно у нас уже не осталось никакого выбора сама арена на которой возможен человеческий выбор то есть история как таковая не исчезнет до тех пор пока свое представление на ней не закончит все тот же род людской исчезновение человечества может произойти в силу стихийного бедствия независимого от хозяйственной деятельности но разглагольствования по такому поводу едва ли уместны кроме как в ограниченном диапазоне случаев например если планету паразит астероид громадных размеров человеческое существо остается мыслящим и пользующимся рукотворными приспособлениями животным и нам еще далеко от истощения потенциала человеческой изобретательности как тонко заметил один ученый с точки зрения остальных животных организмов человечество своей выживаемостью с самого его начала напоминает заразное заболевание что бы оно ни сотворило с остальными особами тем не менее можно наблюдать как человеческая способность к подчинению себе все и вся до сих пор принесла больше добра чем вреда подавляющей части рода людского жившего когда-либо на нашей планете так так пока все и остается даже если наукой и техникой создаются некоторые новые проблемы быстрее чем изобретаются их решения могущество человечества почти неощутимо поощряло благодатное влияние предположений и мифов ведущих начало от исторического опыта европейского либерализма на другие культуры и на жизнеутверждающий подход к политике даже в тисках самых недавних и супер современных проявлений действительности то что социальная адаптация например к мерам по противодействию глобальному потеплению обойдется большими издержками сомнений вызывать не может и справедливо задаться вопросом готовы ли мы к ним без крупномасштабных страданий и принуждения силой однако мы полны веру в нашу коллективную способность сформировать политические решения чтобы рассчитывать на широкое одобрение любых форм политического участия в таком деле в наши дни во всем мире сформировались республики и почти все их население говорит на языке демократии и прав человека наблюдаются широко распространенные усилия тех кто готов пустить ход разумное объяснение и утилитарный подход в деятельности правительства и администрации а также множить модели учреждений доказавшие свою рациональность в странах где применяется европейская традиция когда темнокожее население шумно выступало против общества где господство принадлежало белому человеку но в котором оно само жило его представители стремились реализовать ради собственной выгоды идеалы прав человека и достоинства постепенно воплощенные в действительность европейцами представители совсем немногих культур если такие вообще существуют оказались в состоянии сопротивляться такой мощной традиции китайцы склонили голову перед Марксом и его наукой задолго до того как подчинились законам рынка у каких-то народов сопротивление выглядело более успешным чем у других но практически повсеместно индивидуальность политических культур в той или иной степени сошла на нет реформаторам всегда с большим трудом давался выбор своего пути внутри господствующей западной политической модели существует возможность с известными издержками провести селективную модернизацию но такой вариант всегда сопровождается неизбежными нежелательными побочными эффектами для скептиков заметим что нагляднейшее свидетельство неоднозначного исхода для обеспечения однородности социального благополучия в политической культуре следует искать сохраняющейся живости национализма ведущего наступления практически по всему миру последнюю сотню лет наш самый главный международный это слово повсеместно считается наиболее важным форум называется организацией объединенных наций а ее предшественник назывался Лигой наций старинные колониальные империи распались на множество новых стран правители многих существующих национальных государств приходится оправдывать свое существование перед национальными меньшинствами тоже претендующими на статус самостоятельных наций то есть на право отделения и самостоятельного распоряжения своей судьбой где активисты этих меньшинств вынашивают замысел раскола страны которой они принадлежат это касается некоторых представителей басков курдов и тибетцев например они делают это во имя пока недостижимой для них национальной государственности нация кажется была особенно успешной в удовлетворении той жажды которую не могли утолить другие идеологические наркотики она великий творец современного общества сметающей классы и религии дающей чувство принадлежности и значимости тем кто чувствует себя брошенным на произвол судьбы в модернизирующемся мире в котором прежние связи исчезли опять же как бы не относиться к неоднозначному восхвалению и порицанию государства как политического атрибута или идеи национализма мировые политические воззрения по большей части сформированы вокруг изначально европейских концепций пусть даже с оговорками и наведением тумана на практике точно так же как интеллектуальная жизнь в мире все больше вращается вокруг науки зародившейся в Европе никто не станет отрицать как мы видели это прежде в истории что культурное заимствование происходит непредсказуемыми путями и чреваты поразительными последствиями перенимаемые у народов изначально их сотворивших такого рода понятия как государство или право человека на самоутверждение произвели эффект далеко выходящий за пределы намерений предусматривающихся теми кто первыми сознательно поощрял одобрение принципов по их представлениям лежащих в основе их собственного успеха с внедрением новых машин прокладкой шоссейных и железных дорог освоение месторождений полезных ископаемых открытием банков и газет общественная жизнь менялась таким образом которого никто не мог пожелать или предвидеть а также совсем не теми путями которые для нее предусматривались телевидение теперь служит продолжению когда-то начатого процесса оказавшегося необратимым некогда приемлемые методы и цели получили распространение и затем началась неподдающаяся контролю эволюция совсем несложно себе представить что идеи и технические приемы изобретенные главным образом европейцами обретут свою будущую глобальную форму в руках и умах народов принадлежащих к иной культуре на самом деле львиная доля информации которой мы в настоящее время располагаем служит указанием на такую вероятность по крайней мере в некоторых областях человеческой деятельности большое дело последних пятидесяти лет как нам представляется заключается в поступательном смещении богатства и влияния из западного полушария восточное ускоренным очередным экономическим кризисом ничего нового в истории человечества такое смещение не представляет во многих отношениях мы являемся свидетелями возвращения к ситуации существовавшей до девятнадцатого века когда Азия была безусловно самым плодотворным континентом на планете хотя не всегда при этом самым передовым с точки зрения технического оснащения и конечно же речь не идет о том что Европа в различные ее порождения выпадут из контекста истории по мере ее развития однако пора бы уже готовиться к тому что важными столицами будущей глобальной цивилизации станут Пекин и Дели потеснив Вашингтон Париж и Лондон такие изменения должны потребовать ответы на все вопросы касающиеся того как человечество справится с ними при том что человечество продолжает определять контуры всех исторических изменений оно не может контролировать их так же долго как ему это удавалось в далеком прошлом даже в ходе самых жестоко контролируемых опытов модернизации время от времени могут прорываться новые и никем неожиданные потребности и направления деятельности человека беда в том что успех модернизации кажется поставил перед человечеством цели материально и психологически недостижимое зато бесконечно умножающееся и невыполнимое как таковые к подобной перспективе стоило бы отнестись со всей серьезностью пусть даже историку не к лицу заниматься пророчествами замаскированными под экстраполяцию предположения тем не менее вполне допустимы если с их помощью проливается свет на важность имеющихся фактов или они служат педагогическим целям возможно что ископаемое топливо иссякнет точно так же как исчезли крупные доисторические млекопитающие изведенные древними человекообразными охотниками но возможно что и не иссякнет историку положено иметь дело с прошлым только о нем ему и следует говорить когда речь заходит о нашем недалеком прошлом нам следует попытаться отыскать в нем последовательность или непоследовательность непрерывность или конечность того что происходило раньше и честно признать трудности возникшие из-за окружающей нас в новейшей истории в частности массы фактов путаница как таковая которую они создают позволяет предположить наступление намного более революционного периода чем все те что нам случилось пережить и все сказанное до сих пор о продолжающемся ускорении изменений служит тому подтверждением впрочем не стоит отрицать что грядущие мощные сметающие все на своем пути перемены появляются из прошлого путем не вполне объяснимым и по большому счету непонятным осознание таких проблем представляется одной из причин того почему теперь мы находим гораздо меньше чем в старину надежных способов взглянуть на наш мир на протяжении многих веков китайцы могли спокойно думать о мироустройстве видя его центр во вселенской монархии с императором облеченным мандатом небес в Пекине многие мусульмане не находили а некоторые из них все еще не находят особого места в своих воззрениях для абстрактной идеи государства кое для кого из них гораздо большее значение имеет разделение людей на верующих и неверующих многие миллионы африканцев долгое время вполне благополучно обходились без какой-либо концепции науки между тем кто жил в так называемых западных странах могли в своем представлении точно разделить мир на цивилизованный и не цивилизованный так же как англичане на площадке для крикета когда-то отличали джентльменов от игроков отсутствие столь острых различий подтверждает то что мы наконец-то построили так называемый единый мир китайский интеллектуал теперь говорит на языке либерализма или марксизма в джидзе и тегеране вдумчивым мусульманам не приходится выбирать между притягательностью религии и потребностью в минимальном интеллектуальном знакомстве с опасными искушениями враждебного исламу модернизма Индия иногда выглядит непоследовательно разорванной между ценностями светской демократии предусмотренной ее лидерами в 1947 году и традициями прошлого но от прошлого и все мы отказаться не можем во благо или на беду приходится признать что история до сих пор притупляет наше видение настоящего и вряд ли мы когда-либо от этого избавимся конец книги ноябрь 2018 года звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков � ЛИРИЧ НГК ДА� Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok